Сейчас мы заработаем с вами, там, 150 миллионов и уделаем всех тупых экспертов на русском ютубе. Показал, как не надо, если что. Я чуть не полез на бельки. Влад А4 сегодня может убить любой ютуб-канал. Когда я лично на тебя начинаю говорить какую-то нецензурщину или оскорблять, не дай бог, сразу желтая, сразу могут удалить ролик. Будет название ролика, Влад с козыра сошел с ума. Я такой, блин, какой ты красавчик. Ты сейчас так вошел и вот так вести рамку поставить. Все же ютуб смотрел. Насколько сейчас цена инфа идет, не скрывай это, потому что хрен найдешь тебе на это ответы. Идеально. Ничего не надо придумывать. У нас сегодня на подкасте Влад Козыра. Это человек, который просто разваливает ютуб своим личным брендом последние полгода. Действительно, я считаю, что на слуху именно в контексте ютуба именно его имя. То есть он не только продюсирует очень крупных блогеров, но он раскачал свой канал. Сейчас будем выяснять, как они это делают с командой системно. Как он конкретно свой личный бренд развивал, потому что он работает, например, с Мрачковским, с Вернов. В нишу инвестиций и недвижимости, если вы увлекаетесь, вы точно знаете фамилии. Работает с Кукаякой, это группа Хлеб, бывший солист. Короче, опыт колоссальный. Будем сейчас выяснять, как становятся очень известными и богатыми в ютубе. Влад, привет. И нужно ли что-то еще зрительно знать про тебя, кроме того, что я уже рассказал? Привет, Леша. Спасибо большое, что позвал. В целом, на самом деле, ниша для нас не принципиальна. Мы работаем в самых разных нишах. И если люди хотят вдруг раскачать ютуб-канал и смотрят этот подкаст только ради этого, то вообще неважно, с какими клиентами, в каких нишах я работаю, потому что ютуб, он консистентный. Плюс-минус, он везде работает одинаково. Абсолютно. Я начать хочу с подачи харизмы. Я вот сам занимаюсь контентом и вижу, что ключевой фактор успеха у всех людей, которые добиваются больших высот в плане узнаваемости и затем финансовой окупаемости, производства ютуба, рилсов, любого контента, это именно подача харизма и энергия в кадре. И вот у тебя с этим полный порядок, но что я с тобой слежу, действительно цепляет, в отличие от многих других экспертов. Ты в ютубе сам когда ведешь, такой немножко как злобный гений. Вот такой прям есть немножко агрессивный вайб во всех твоих видео. Сейчас вот мы знакомы с собой 10 минут в личном общении. Такого не считывается. Вот вопрос. Ты как-то это подсознательно управляешь или так само собой получается, когда ты, например, начинаешь писать на камеру? Мне почему-то кажется, что я тоже могу это включить, типа, чтобы быть харизматичным, надо просто, не знаю, добавить немножко вот этого голоса, да? На самом деле это все исследование, это все одновременно и исследование, и игра для меня. Потому что я не профессиональный актер, но я думаю, у меня бы получилось. Я занимался этим еще, знаешь, в универе, вот этот культ масс, типа, иди там вместо того, чтобы ходить на пары, выступай на сцене. Вот я вот этой штукой прям занимался. И по актерке очень много всего изучал. Занимался, и для меня это просто как образы. У меня есть вот такой вот вайб злого гения, да? Когда я такой, сейчас мы заработаем с вами там 150 миллионов и уделаем всех тупых экспертов на русском ютубе. Видишь, и немножко вот черты лица изменяются, верхняя губа начинает работать. Ну, это такие эмоции. Вот знаешь, вот я сижу такой злой уже. А есть эмоции, например, такой полуспущенный вайб. Это из этой, из музыки. Музыканты называют вот как у Дрейка, да, например. Дрейк, он такой расслабленный. И есть полуспущенный вайб, он тоже очень классный. Он, мне кажется, гораздо лучше работает, когда ты хочешь что-то людям на высоком бюджете рассказать. То есть когда вот я ходил на подкаст к Анарус, канала «На пенсию в 35», к нашему клиенту по совместительству, я был на абсолютно ровном вайбе. Я не могу сказать, что я это выбираю как-то осознанно. Мне кажется, что это просто мое настроение. А люди, которые пристально за мной следят, очень часто думают, что здесь все продумано. А на самом деле у меня очень много определяется того, с какой ноги я встал. Вот и все. Поэтому если говорить про тренировку, по тренировке, дикции, харизмы, всего остального, есть огромное количество литературы. Не обязательно, как вот этот вот чел, который учит не служить стакану там и прочее. Ну вот эта дичь, которая сейчас заверующилась, да? Ну вот ты сейчас как попил воду? Ты посмотрел туда или не посмотрел, прежде чем взять? Ну, короче, не обязательно вот туда смотреть. Лучше я бы посоветовал людям смотреть на профессиональные актерские курсы. Курсы постановки речи — это тоже весьма прикладная единица. Здесь не нужно работать с мышлением, всем прочим. Ходишь, тренируешься. Это как мышцу натренироваться. Точно так же и с голосом. Все. И я бы посоветовал всем вокала немножко. Базу. Потому что вот это делает наш голос мелодичным. Так или иначе. Я не умею петь. Но базу вокала я проходил. Пою отвратительно. Никогда этим не буду заниматься. Но вот чувство того, какой у тебя голос, где у тебя выше, где у тебя ниже, это очень полезно. Вот. Ну и про всякие вот эти вот орехи во рту, ручка в зубах. Это правда. Это очень сильно помогает. Но я на это обычно забиваю. Вопрос. Вот сейчас ты, когда пишешь видео, ты какие-то разминки делаешь перед этим? Вот когда ты YouTube себе снимаешь или просто садишься и разговариваешь? Да. Ну вот я на это абсолютно забиваю. То есть я уже для себя понял, что моя работа над своим собственным каналом – это просто поле для экспериментов и место, где я постоянно много раз ошибаюсь, иду не туда, придумываю что-то абсолютно сходу. И если ко мне приходит клиент, я бы, конечно, я бы сказал, да, пожалуйста, ребята, тренируйтесь. Ну, банально, когда я только начинал, возможно, какие-то начинающие смотрят наш подкаст, реально ручка вот так вот в зубах, так, чтобы она щеки прям натягивала сильно, и с упором языком на эту ручку произносить всякие согласные, в первую очередь, звуки – это полезно. Это помогает расслабить тебе все мышцы лица, они у тебя очень сильно напрягаются, потом резко расслабляются. Это полезная штука, она, ну, наверное, кому-то поможет. Но если мы будем говорить про вот то, что мы называем какой-то гэнгста, да, как вот это вот, когда-то Юра Хованский еще в 17-м году, я гэнгстер, он реально гэнгстер, это чувствуется. У каждого человека есть свое вот как отличительная черта, и ее нужно просто правильно показывать. И здесь абсолютно плевать, как ты говоришь. Ты можешь говорить невнятно, ты можешь картавить, ты можешь шепелявить. Не пытайтесь стать академичными именно вот в исполнении. Если у вас кривой зуб – это прекрасно, если у вас прыщ – это прекрасно, если у вас розинка на полу лица – это прекрасно. Ну, типа, некоторые люди набивают себе татуировки на лице, чтобы отличаться, а у вас это от природы. И я вот благодарю природу, вот то, что она мне дала, это имя и фамилия. Это так легко. Я изначально знал Влад Козыра. Идеально. Ничего не надо придумывать. Поэтому я бы сконцентрировался на том, как вот эту вот свою, с позволения сказать, ебанцу правильно раскрыть. Ее очень важно транслировать, никак не менять. То есть, если твоя, с позволения сказать, ебанца в том, что ты как-то неидеально говоришь, продолжай неидеально говорить. Но в 99% случаев все разминки не помогут. Самое главное – это быть по большей части в ладах вот со своим собственным визуальным образом. И понимать, а почему люди идут за тобой, почему они тебя слушают. Вот если я посмотрю на тебя, то у меня тоже рисуется какой-то визуальный образ. То есть, у меня сразу, я представляю себе такого нерда, который задает очень много вопросов, которые я вот сейчас буду говорить, ты мне скажешь, так, стой, 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 давай назад вернемся, я тебя еще про кое-что спрошу. А вот здесь ты сказал 30 секунд назад кое-что другое. Ну, то есть, ты вот такой, знаешь, вдумчивый, можно сказать, что ты можешь там докопаться до каких-то слов. Педант. Педант, да, педантичность. И вот если это у тебя есть, будь, короче, самым жестким педантом, и это тебя будет отличать. То есть, просто гипертрофируй свои типичные черты, которые тебе органичны. Вот, ну мы близко не общались, может быть, ты в жизни не такой, я просто, ну, внешне увидел визуальный образ такой, ну, наверное, ему бы это подошло. Как-то так. Ну, ты меня правильно считал, на самом деле, я педант. Единственный случай, когда я поверил в то, что, возможно, нумерология и все вот эти звезды говорят какую-то правду, это когда девушка, которая была со мной знакома, там, 10 минут, такая, ты случайно не дева? Такой, да, а как ты это поняла? Она такая, ты такой педант, все девы педанты. Такой, ну, возможно, все, потому что это было, там, чуть ли не единственный раз, знаешь, когда вывод по нумерологии вот этим всем звездам сделали не после того, как что-то узнали, а до. Я такой, ничего себе. Я хочу в это еще покопать, потому что считаю это архиважной историей. Представляем, пришел к тебе какое-то экспертное продюсирование по Ютубу, дает миллион рублей в месяц, какой-то спецпроект, долгосрочно, очень богатый, то есть тебе прям нужно, чтобы это работало, и были как можно больше просмотров. Но ты видишь, ну, человек не харизматичный, он не цепляет, он просто обтекаемый, ватный, не кокущий. Что вы сделаете с командой, чтобы найти в этом человеке его харизму, его ебанцу, как ты выражаешься, чтобы он стал самим собой и цеплял зрителей? Ну, здесь в первую очередь надо попробовать поработать с человеком без суфлера. Суфлер хорош, с суфлером записывать ролики легко, но если человек начинает просто читать слова, ему, как правило, ну, нужно пару вопросов задать. Вот, в первую очередь, там, я недавно с мамой YouTube-канал записывал, и это для меня суперклассный челлендж, я прям спойлерю этот ролик уже везде просто. Вот я маме поставил суфлер, мама начинает рассказывать, а я ее останавливаю и говорю, а вот как бы ты вот это сказала? Это очень классная конструкция, условная, ну, то есть сослагательное наклонение, это называется в русском языке. То есть я не говорю, мама, скажи на камеру, пожалуйста, вот такую-то фразу. Вот если ты говоришь человеку, скажи, там, у меня просто у мамы канал про кожно-венерологические темы, там вот про родинки, и мама что-то про них начинает рассказывать, и если я ее прошу сказать конкретную фразу, она говорит ее плохо. Я говорю, а как бы ты сказала про вот это? Ну, я бы сказала, и начинает говорить. И я монтажер, так, и я бы сказала, срезаем, а вот это оставляем. Как бы ты объяснил, зачем нужно мазать SPF родинке? Ну, не-не-не, я именно говорю, как бы ты сказала, как нужно мазать? Как бы ты сказала на камеру? Ну, я бы сказала вот так. Понимаешь, да, как это работает? То есть мы ставим такую прослойку, и человеку немножко легче раскрыться вот перед объективом. Мои глаза всегда чуть-чуть над объективом, и когда я с человеком разговариваю, когда человек смотрит мне в глаза и отвечает мне, он смотрит, по сути, в объектив, практически в объектив, и это, ну, хороший лайфхак. Я лично, к сожалению, не могу себе позволить с каждым нашим клиентом вот так вот записывать ролики, как я помогаю своей маме, так или иначе, но люди, которые идут в первый раз записываться на студию, всегда, во-первых, мы там присылаем режиссера, и этот режиссер там дистанционно все расставляет. У нас есть продюсер, который говорит, что нужно снять, какой сценарий и так далее. А именно человек, который тебя снимает, у наших клиентов он всегда свой. Либо этого человека нет, просто человек ставит камеру. Я посоветую просто первые ролики записывать с человеком вот такими вот вопросами. И вот эти вот сослагательные наклонения. А как бы ты на камеру сказал вот это, вот это? Типа мы не снимаем, это очень полезно. Так, я честно признаюсь, для меня это сейчас как for free консультация, в том числе, потому что я задаю вопросы, которые, во-первых, интересуют наших коллег, потому что я спрошу по знакомым, какие есть вопросы к этому человеку, и мне это задавали. И плюс мы даже сами, ну, я у тебя, во-первых, какой-то был продукт, зеленая кнопка, что-то такое. Я его на месяц покупал, у меня его команда смотрела, я так, постольку, поскольку там был. И мы спрашивали, значит, какого-то другого твоего продукта у твоей команды, вот как раз про харизму, подачу, у нас про это нету. Поэтому я сейчас буду еще сюда копать. Именно с точки зрения вокала, ручки во рту. У вас есть такой раз, два, три, четыре, пять чек-лист для нового клиента, что он должен сделать, чтобы раскачаться? Ну, в первую очередь, вот то, что я проговорил, да, это и есть раз, два, три, четыре, пять. То есть, ну, там, я не могу сказать просто, что ручки во рту, опять же, это то, что позволит тебе раскрыться. И то, что мы называем харизмой, это то, что нарабатывается с опытом. И мы оставляем людям под каждого человека индивидуальное пожелание. Вот здесь добавьте вот этого, вот здесь добавьте того-то. Здесь там вот эта эмоция вам органична, а вот эта эмоция вам неорганична. Это достаточно индивидуальный процесс. Я не могу дать чек-лист и гайд, как быть харизматичным каждому человеку. Но то, что вот я тебе сказал как раз-таки минуту назад, это формально и является ответом. То есть, тебе нужно раскопать свои собственные черты, тебе нужно пообщаться с людьми. Может быть, тебе стоит походить под своим коллегом и спрашивать, а какой я? Какой я для тебя? Я у себя на канале, когда подкаст провожу, спрашиваю, кто ты для людей? Потому что я считаю, для меня это самый важный вопрос. Когда ты можешь ответить себе на вопрос, кто я для людей, когда ты можешь посмотреть и послушать себя со стороны, вот тогда ты профи. Вот тогда ты точно становишься звездой. То есть, человек самый харизматичный и тот, кто умеет цеплять людей, не тот, кто на самом деле невероятно артистичен и так далее. Это безумно адекватный человек. Безумно адекватный человек в плане того, что он может полностью отбросить свое тело, вознестись над ним и такой, а, так вот я какой, так вот как меня видят люди. Вот когда ты на это смотришь, ты сам для себя начинаешь индивидуальные какие-то советы генерировать и понимать, как тебе лучше с этим работать. И я всегда вот думаю, кто я для людей? Я всегда такой думаю, что, ну я для людей просто человек, которого они слушают 10-15 минут в неделю, когда им актуально развитие YouTube-канала. А если не актуально, то и не слушаю. И вот эти 10-15 минут я и стараюсь насытить. Мне, почему я всегда, я всегда в роликах, вот это мой прикол, я говорю, экспертики. Экспертики вам говорят, это не значит, что это так. Это значит, что люди, им нравится вот это вот. А вот мне вот это сказали, у них заведомо какое-то плохое отношение к каким-то вот слухам. Вот конъюнктурно люди любят такие, ай, вот эти вот слухи, что-то там говорят. И я это вывел в фишку. Экспертики заявляют, а никто, блядь, не заявляет. Ну, я это просто так сказал, понимаешь, в чем прикол? Ты сейчас так вошел, если рамку поставить, сижу YouTube смотрю. Да, ну, они от экспертиков. Ну, я их придумал у себя в голове. Это у меня в голове какие-то воображаемые экспертики, которые что-то говорят. Я открыл ролики реально своих, ну, конкурентов, каналов, которые тоже про YouTube рассказывают. Те люди, которые в реальности являются нашими конкурентами как компании, они YouTube не ведут. В YouTube хорошо не представлены. А вот именно другие люди, которые ведут YouTube, которых я называю в голове экспертиками. Я открыл, я такой, о, так они нормальные вещи рассказывают. А они, оказывается, не говорят, что надо теги в нужном порядке писать. А я в каждом ролике говорю, что говорят. А людям нравится. Люди такие, да, Влад, ты лучший. Вот это правда. А это не правда. Ну, я просто, ну, как бы для связки слов. Я поверил сам в то, что это существует. И вот потому что я понимаю, что людям этого хочется. Наверное, у тебя будет что-то похожее. Ну, посмотри на себя со стороны максимально объективно. Это самое главное. Это 99% успеха. Будет название ролика. Влад Козыр и сошел с ума. Почему? Ну, если ты потом переслушаешь на записи. Не, я тебя понял. Но если, знаешь, не слушаться, а просто легонько слушать левому, звучит так, как будто ты вообще просто всем мир выдумал. Живешь в своих фантазиях. Ну, так, в этом нет ничего, да. Ну, то есть тебе действительно нужна эта игра, так или иначе. Это работает, деньги приносит. Все. У скромных фронтовцов голодные дети. И у скромных ютуберов тоже. Насчет взгляда со стороны. Меня прям инсайтнуло сейчас. То есть я правильно понял, что еще хороший инструмент реально подъести знакомым, пройтись с вопросом, как ты меня считаешь со стороны, как я проявляюсь. И вот на точечные, найти пересечения, допустим, люди говорят, что мне нравится, как ты подсыпаешь говна другим экспертикам. И ты такой, а, то есть это цепляет, и теперь ты акцентируешься на этом. И то есть самому сделать такой порядок, опросить 10 знакомых и усиливать то, что они и так в тебе видят. Это, возможно, хороший инструмент, но я до всего этого, я работал аналитиком, бухгалтером, экономистом, потом я работал в айтишке. И вот в айтишке есть такая тема, как презентативность опросов. И если ты человека лично спросишь, что я и кто я, он тебе, скорее всего, ответит то, что ты хочешь услышать. Это проблема. То есть в айти, когда люди проводят каздевы, наверное, не только в айти, но, мне кажется, это родоначальник каздевов, это айти-сфера, очень много способов проводить каздевы. И мне кажется, проходиться лично, это не лучший вариант. Это как один из способов. Мне кажется, самый лучший вариант спросить анонимно в интернете. Ребята, напишите в комментариях, что вы думаете про Лешу. Вот это, мне кажется, будет хорошо. Лучше спрашивать анонимно. Ну да, или, конечно, анонимная анкета, либо ассистента попросить, чтобы он сказал, что если что, это анонимно, Леша не узнает. Да, да. Самый лучший способ, как я делал, блин, мне кажется, крутой инсайт. Я заходил под видом клиента, я сам, без камеры, меня по голосу не узнали. Я заходил к своим конкурентам и говорил, я сейчас хочу купить продюсирование Ютуба. А что вы про, вот есть еще у вас такой Влад Козыра. Что вы думаете? И вот там идет правда. Вот в этот момент этот человек рассказывает действительно то, что он про тебя думает. Если бы я зашел к нему лично и спросил, что ты про меня думаешь, он бы мне этого не сказал. Но при этом я никак не меняю свое мнение о человеке. Такой голос характерный, как можно не узнать? Я думал, там человек сидит, ты что, дебил? Я понял, что ты. Не, можно не узнать. Офигеть. Ну, можно не узнать. Это, опять же, музыкальность твоего слуха. Честно скажу, один из лучших голосов, с кем я писался. Прям наполняет пространство. Я вижу, что ты сейчас доволен, но у себя просто все лицо поднялось. Вот я писал с Максимом Ковалем, который основатель Школкова. Просто он вроде разговаривает, но каждый миллиметр кубический этого пространства занимается голосом. Я потом спрашивал еще у операторов. Они сказали, что ты самый громкий и объемный человек, который тут вообще был в этой студии. Вот ты тоже в топчике. Чувствуется, знаешь, что прям наполняет себе пространство. Спасибо, спасибо. И в плане того, что очень голос узнаваемый. Но я понял, не узнали, не узнали. И что говорили конкуренты про тебя? Слушай, ну, они топили на мои слабые точки, которые я сам прекрасно знаю. То есть я хочу сам жить с этой правдой. Я хочу сам жить с этой правдой. Ну, мне бы не хотелось. Ну, то есть это был частный разговор, где я под видом не себя узнавал про себя. Ну, я лучше буду сам как-то спать с этой информацией. Не хочется просто это раскрывать. Окей, у меня тогда просто на будущее был вопрос. Давай пока от этой темы не ушли, сейчас его задам. Какие сейчас ты видишь главные неадекватности и точки торможения вообще, в принципе, в своей личности, в своей работе? Что тебе нужно исправлять? Первое — это точно эго. Я очень сильно уязвленный человек. То есть я это стал чаще говорить в своих роликах. Я стал больше работать со своей менталочкой. Потому что я чувствую в этом потребность. Я много общался со своими родителями по поводу того, что вот, а вот знаешь, в детстве мне вот это... И прикинь, я посадил свою маму перед собой и говорю, слушай, ты в детстве мне нанесла травму такую-то. И мама такая, хуя себе, ну тебе серьезно? Я говорю, да, давай это обсудим. Мы обсудили, и мне легче стало, мне проще стало. У меня, ну такая жизнь была не самая веселая. И меня очень часто уязвляли. И я всегда жил вот с этой штукой, что только я, только я должен быть, никто другой. Это мне очень сильно мешает жить. Я не доверяю людям. При этом у меня команда из 115 человек. Мне кажется, тебе тяжело было начинать делегировать. Это охренеть как тяжело. Это, ну, ну, то есть я в реальности, я такой, я ненавижу этих людей. Я просыпаюсь, я понимаю, что я их ненавижу. Потом я успокаиваюсь. И ты такой, ну нет же ж, ну они же ж... И они умные люди, я их отобрал. Из огромного количества. Потом мне вот не так надо делать, надо по-другому. Вот это вот первая точка, наверное, очень важная. То есть, во-первых, побороться с эго. И у меня это очень хорошо получается. Я стал публично говорить про то, что я что-то сделал неправильно. Блин, так легко становится жить с этим. Я очень радуюсь. Второе, это признавать то, что есть люди лучше тебя. Это прекрасно. Когда-нибудь я... Я просто, я мечтаю, что вот будет какой-то человек, и я сяду, слушай, да ты прям... Ты круче меня, вот там, в Ютубе. Я тебе доверяю больше. Я бы тебе доверил больше, чем себе. Ну, у меня есть такие люди в моей компании. Несколько продюсеров, где я говорю, слушай. Ты научился нанимать сотрудников, которые у меня и тебя. Тоже дорого стоит. Да, в том числе. Но я могу ему доверить, сказать, давай ты придумаешь следующую тему на мой канал. Я тебе доверяю больше, потому что ты на меня смотришь со стороны. Адекватно и объективно. Объективнее, чем я. Вот, то есть доверять другим людям, и как следствие любить, просто любить людей. Ну, просто так. То есть у меня всегда было, вот, от меня там что-то кто-то хочет. Ну, там, не знаю, мне кажется, не только у меня. Кто-то тебе, там, не знаю, кто-то тебе отправляет, там, запрос, давай ты, там, предоставь нам, там, такие-то документы. Или кто-то от тебя пишет тебе плохие комментарии в интернете. Тебе пишут плохие комментарии. Я перестал удалять плохие комментарии. Вы можете это проверить. На моем канале, да, напишите мне что-нибудь плохое. Я стал, улыбаясь, это читать. Ты просто поставил эту высокую степень от Ютуба. Нет, 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 нет. Нет, у меня обычная модерация стоит. Ну, конечно, реклама из скамов, оно улетает. Но вот, когда мне пишут, то есть мы можем с тобой открыть творческую студию у меня, полистать комменты, и там, ну, я не знаю, кто-то напишет мне, что я мразота. И я читаю такой, блин, интересно, вот почему человек так вот сделал? Зачем он меня оскорбил? Вот что, интересно, насыщает его жизнью? Особенно меня веселит, когда в первые минуты после публикации роликов кто-то пишет мразота. Этот же человек смотрит меня всегда. Да, ему же первому рекомендуется мой ролик. Я думаю, блин, бро, как же ты живешь? Ну, то есть вот, что у тебя в голове? Ты за мной следишь, и ху, прям... Ну, ладно бы это была внешка, внешний трафик. А это же прям ядро-ядро. А у тебя есть такое, что ты от кого-то отписываешься, либо скрываешь сторис человека, который триггерит? Да, да. Кто у тебя есть такой? Я бы сказал, что это просто люди из моего личного окружения. Ну, то есть они не публичные, и не вижу смысла произносить их. А из публичных людей, сложно сказать, наверное, от всякого рода политических деятелей я полностью отписался. И... А, вот, классная штука, я перестал читать новости. Всякие, в принципе. Самое важное, и так узнаешь. Да, это правда. И это прикол, потому что, ну, там, у меня... Минск моя родина, Москва это моя работа, в Тбилиси у меня дом, в Дубае у меня еще как... Ну, тоже компания международная, да, и я там тоже работаю. Я, по сути, живу на четыре города, ну, в данный момент на три. И я, я вот прилетел из Москвы... Ой, нет, это я из ОАЭ в Тбилиси прилетел, сел в машину, поехал, покатаюсь по городу. А там, типа, митинги в городе. Я такой, что? И в итоге я стою в центре города, там все уже с флагами, с респираторами идут. А я этого даже не узнал. То есть я не знал этого. Но это, наверное, такой момент, что оно действительно повлияло. Но я перестал полностью... То есть от новостной повестки в любом виде я отказался. Факт, новости смотреть нельзя, деструктив. Я насчет скрывания просто что сказал? У меня это, ну, я признаюсь, у меня часто история, то есть люди, которые круче меня в моей модели бизнеса, часто триггерят, особенно когда я понимаю, что сухо по цифрам, я на голову вышел. Допустим, есть эксперты при ЛСАМ, которые продают, делают запуски на 5-15 миллионов, но при этом просто сухо по кейсам, я их обгоняю. Но я из-за каких-то своих внутренних проблем либо недостаточно организации всего, либо недостаточности ресурсов, команды, времени, денег, у меня не получается. Я там все еще занимаюсь нецелевыми вещами, но они меня в финансах обгоняют. Я вот такое скрываю, просто потому что один раз посмотрел, типа, бесишь. Но я не пишу говно человеку под комментарии, я просто скрываю сторис. А вот ребята, которые двигаются в другой бизнес-модели, на самом деле, вот я понял, что не триггерят. То есть, допустим, я сейчас от модели агентства, я весь год именно работал под ключ по рилсам, у меня фокус — это вертикальный контент, YouTube был такой уже как прилип по ходу, потому что тоже нужен. И я от этого сейчас ухожу, про это тоже поговорим, почему, как, такие разные взгляды. Я ухожу в инфобиз, в свой личный бренд и так далее, формат наставничества. И вот ребята, которые занимаются агентствами, как ты, ну, типа, я смотрю, ты такой, миллион долларов, это круто. Ну, за год, за год. Ну, все равно поздравляю. А если бы это выложил бы человек, который двигается в модели инфобизнес-наставничества, я такой, возможно, я бы такой, скрыть истории. Вот такая у меня история. Меня тоже, такие говорят, я не могу слушать спокойно, когда кто-то что-то рассказывает о продвижении на YouTube, меня аж выкручивает. Это правда. Я очень ревностно отношусь к своему делу. Это то, про что я говорю, с чем я пытаюсь бороться. Но когда кто-то начинает, а вот, знаешь, вот на самом деле правильно вот так, а не вот так. И когда человек говорит в попад, у меня это не вызывает никаких эмоций. Я говорю, да, ну, ты правильно сказал. Сука. Ну, я не говорю, ну, ты понял, да? А когда человек говорит неправильно, я просто... Серьезно? Ну, и все. Ну, то есть, я триггерюсь жестко. Это эго. Это эго. Ты не хочешь признать то, что есть люди, которые тебя круче. Они есть. И есть люди круче меня. Есть люди круче любого человека. Ну, то есть, действительно, возьми любое ремесло, скорее всего, ты там не лучший в мире. И меня это... Ну, то есть, я очень сильно жалею, что я не пошел в спорт. Потому что в спорте можно стать адекватно, объективно лучшим в мире. Ты выиграл Олимпиаду, ты выиграл чемпионат мира. Ты лучший в мире. А если ты защитник в футбольной команде, то тут же вопрос. Ты тоже можешь стать лучшим в мире защитником. Ты можешь попасть в сборную мира. Ты будучи защитником... Там четыре защитника. Ну, и что? Ты можешь... Ты все равно можешь попасть в сборную мира. Ты можешь получить золотой мяч, даже будучи защитником. Тяжело, очень Один человек за 20 лет такой был, по-моему В 2000-х это итальянец Ну да, я понял про что-то Становись нападающим, если хочешь получить Мы потеряли второго Месси Белорусского Слушай, это правда, я обожаю спорт Обожаю спорт Я занимался баскетболом Шахматами Ну вот, баскетболом и шахматами Очень люблю, что баскетбол, что шахматы Насчет того, когда у тебя Происходили жопоподжигательные процессы Из-за того, что кто-то несет ахинею про ютуб Самое яркое, вот что ты помнишь, что человек говорил А это точно не так Помнишь? Да, да, ну знаешь, я очень не люблю С неймдропингом хуесосить Читаю, что... Без имен, просто факт, что говорил человек А нет, я могу сейчас с неймдропингом Потому что я выбрал один канал Который я не люблю И говорю про это публично Это канал продвигейт, мне он не нравится Я это в своем курсе говорил Я уже в ролике как-то это сказал И люди увидели Я уже открыл вот эту чакру Блядь Короче Вступление на канале продвигейт Есть канал продвигейт Каналы продвижения на ютубе И у них ролики начинаются С... Там, я не знаю, типа Например Поиск идей Для ютуб-канала Первые секунды ролика Ведущий Первые секунды Ведущий С биноклем Где мой контент-план Где мои идеи И это продолжается Типа секунд десять Ну, ну, это кощунство На мой взгляд Это очень херово А это Это ролик От эксперта по ютубу Как надо развивать Ютуб-канал Ютуб-канал Серьезно? Ну, меня прям колотить начинает Ну, мне кажется Если контент-мейкеры нас смотрят И люди, которые Ну, хоть как-то разбираются На всякий случай Поясним, что Первые десять секунд Это самое важное время В хронометаже Где надо быстро зацепить Где нельзя вордплеить Где надо Ну, без понтов Всем добрый вечер С вами Влад Козырь Сегодня буду рассказать Очень интересную тему Которая важна всем для вас Знаете, что в таком духе делают ролики? А я это уже вообще Переношу на конец Ну, конечно, я понимаю Да, да, да То есть это вот Вот это как раз-таки А, ну все Я показал, как не надо Если что Я чуть не полез к тебе Пиздец Слушай, мне нравится Вайп-подкаст Мне тоже Ну, да А ты реально подумал, что я Я такой Нет, подожди Наоборот Ну, вот, короче И действительно Ну, вот Есть такой кейс И, ну Я не понимаю Как это существует И в комментах Ведущие пишут Как я дождался Твой новый ролик Очень круто Классно И я такой Да нет Ну, не должно Такого существовать Пожалуйста, ребята Поменяйте вступление На канале Ну, как так Ну, не серьезно Совсем И в рилсах То же самое Только в рилсах Первый кадр влияет Реально То есть Если у вас просто Можно предложение Целиком положительно Будут цеплять лучше Чем первые пять слов Лучше так Ну, то есть То же самое в ютубе Реально первые десять Или вот эти ютуб-шоу Или подкасты Которые начинаются С заставки Типа там где-то Первые три-пять секунд Ты как в мультиках Красный Вот так Становишься Да потому что Это очень плохо Ты понял, да, про что Это отвратительно Да Это интро-анимация Абсолютно рудиментарный орган Который нужно отбросить Просто как Когда-то отбросили Не знаю Как у нас копчик От хвоста остался Пожалуйста Отбросьте Интро-анимации Это бесполезно Типа Вжух Логотип Вжух Логотип Ну, это же не имеет Никого смысла Продолжим Тема Мне нравится вайп Который мы понимали Самые большие неадекватности В ютубе У людей Продюсеров Экспертов Угу Я Больше всего Угорал Авторов Которые такие Типа Давайте поговорим Прям выкладывают Такой ролик Он называется Давайте поговорим И там Люди Как правило Ты реально можешь Ввести в поиск В ютубе Давайте поговорим Там будет роликов сто Или там Я ухожу Вот это прям Самая жопа Когда человек делает ролик Я ухожу У Николая Соболева Таких три Это говорится Я легко Типа Бросить курить легко Я делал это сотни раз Вот Точно Точно так же Николай Соболев У него три ролика Я ухожу Не Николай Соболев Вообще честь ему и хвала Человек С бородатых времен Единственный старичок Ютуба Который выжил до сих пор Понятно Какими способами Но у него Каждый ролик Миллион плюс Он единственный Кто остался Сколько лет У меня Еще один Тоже Хотел Инсайт закинуть Ну Это инсайт Он может быть Только тебе понравится Я начал заниматься Ютубом С книжки Николая Соболева Путь к успеху Помнишь его Все стебали У меня Есть второй Аккаунт В инстаграме И вот короче У меня есть фотка Где вот я прям С книжкой Путь к успеху Стою Это прям Вот с этого Начался Мое знакомство С Ютубом Я был на третьем курсе Университета Я прочитал книжку Соболева Путь к успеху После этого Начал интересоваться Ютубом Это правда Мне по шутке Кент Сунивера Подарил эту книжку И я по шутке Ее прочитал И уже не по шутке Стал заниматься Ютубом Но Ролики Когда люди Говорят о том Что они уходят Что им сложно Вести канал Что они устали Что они выгорели Я не понимаю Этого Смотрите Ребята Вы в интернете Давайте представим Что вы выгорели И не хотите Больше снимать видео Не знаете Что делать Берем Три ролика Снимаем Их наперед И уходим На неделю На две На три Отдыхать Все Тебе больше Не надо снимать ролик Давайте поговорим Где ты будешь Оправдываться За то Что у тебя больше Не будет публикаций Ну то есть Мы же можем Наснимать контент Наперед Снимите пожалуйста Второсортный контент Ширпотреб И жвачку На ваш взгляд Отложите Контент Съездите Отдохните Вернитесь Продолжайте создавать ролики Какие-то другие возможности Насколько пагубно Для Ютуба Если сделать Перерыв в контенте И в горизонтальном И в шорцах На месяц На два На полгода Но потом вернуться И начать нормально Опять снимать По-разному Здесь очень сильно Зависит Твой Как мы называем Коэффициент Персонального Перформанса КПП Почему? Потому что Кто-то может Себе позволить Это сделать Я всегда в пример Бэткомедиана Привожу Наверное Такой пошлый Заезженный Пример Но он может Себе позволить Раз в полгода Возвращаться 5-10 миллионов Это зависит От каждого человека Я Объективно И адекватно Оцениваю Свой Персональный Перформанс Если меня Не будет год 90% Людей Забудут Кто такой Влад Козыра И останутся Вот 10% Возможно Каких-то таких Супер гиков Гиков Задротов Контента Которые будут Говорить Вот был Когда-то Такой Чувак Вот он Реально Правду Ниша такая Что если ты Себе не постишь Как будто бы Ты не умеешь Организоваться Так И войти во Флоу Чтобы нормально Постить контент Это еще более Пагубно Ну тем более Какой из тебя Эксперт Если ты сам Не можешь Наладить Регулярные Публикации То есть Смотри На мой взгляд И как я Вижу Эту всю Историю Регулярность И адекватность В публикации Она важнее Безусловно Частота То есть Предсказуемость Важнее Чем Вместо того Чтобы публиковаться Для меня График публикации Что каждый день Что каждую неделю Он примерно одинаков Если мы говорим Про YouTube В Instagram Reels И в YouTube Shorts Я сейчас публикуюсь Каждый день Я вижу Что я могу Публиковаться И два раза в день То есть Я вижу Что можно И три раза в день Публиковаться С коротким контентом Я вот это Прям заметил Мне попался Недавно Тикток Какого-то Чеченца И он очень смешно Рассказывал Прям Ну какой-то СММ менеджер Но он прям Вот он прям Выглядит как чеченец Он вот Полное Конъюнктурное Соответствие Его национальности И он Очень так вот Про это рассказывает Искренне А не братуха А зачем мне Один раз Я три раза Буду публиковать Что у меня У меня легкий контент И я такой Блин Какой ты красавчик Какую ты Классную мысль Сейчас пробросил И я смотрю А действительно Много рилса В день тоже работает Есть вот этот мужик Про которого ты сказал Кинетик Валентин Шишкин У меня В его команде Есть знакомые У них сейчас был запуск Сделали рекордные цифры И по финансам И по количеству регистраций И они постили По три-четыре рилса В день Я действительно посмотрел Ну действительно так Минимум два Весь запуск И у них При этом все равно Каждый третий Каждый четвертый Залетал на миллион плюс Есть даже несколько роликов Там четыре плюс Выстрелили То есть динамика в рилс Позволяет постить Там по два-три-четыре рилса В день Я просто раньше Про это говорил Постоянно Меня как на сумасшедшего Смотрели Потому что таких ярких Кейсов не было Вот Валентин Шишкин Прям показал Что можно Можно и нужно Постить много Если хватает ресурсов Команды Если ты публикуешь Все-таки четыре раза в день И тебя это смущает Или кого-то это смущает Чья это проблема Твоя или того Кого смущает Только их Ты про прощальное видео Сказал Есть такой чувак Я думаю ты его помнишь Это Old Тим Тим Что-то такое было Который Ксго в реальной жизни У него там по 40 миллионов Ролики набирали На русском языке То есть это не какие-то там Детский контент Международный И мне попалось Два года назад Выпустил прощальное видео И больше не это И всех перегнал с него В телеграм-канал Но телеграм-канал Тоже с того дня не ведет То есть два года Вот человек был легендой Ютуба Но я его прям смотрел Когда был подростком Потом записал вот это видео В 2014 году Я опоздал этот канал И все Человек ушел Он прям ушел Нет-нет Я именно про тех Кто записывает прощальные видео Или говорят Что там У меня что-то там случилось Ну это странно Я бы так не делал Наверное Типа У меня там Я не знаю Тьфу-тьфу-тьфу Не дай бог У кого-то Что-то там В семье случилось Представь Канал у тебя Про типа Как раскачать инстаграм Да И ты выходишь с роликом Типа Моего брата сбила машина Помогите Ну это же Странно Такое есть Есть такое Да Я понимаю Просто это я к слову вспомнил Ты когда сказал про прощальные Я хотел рассказать Для меня это такой был человек Не Если ты записываешь видео И уходишь Ну наверное Да Наверное Ну надо какое-то видео На прощание записать Блин Мне очень нравится флоу Который мы вошли Вот про 3-4 релса Это круто Я не знал про этот кейс Но Они же Релсы Сами по себе Они же круче чем сторизы Но могут выполнять Функцию сторизов Я недавно Меня как осенило Ну понимаешь Я в ютубе Я человек со стороны Я в инстаграме Всегда я там Как дед такой Типа Блядь Кнопки маленькие Что тут непонятно Релс, сториз Да Но я понял одну очень простую вещь Я загружаю релс Он на моем аккаунте Ну у меня там сейчас 17 тысяч подписчиков Ну я начал грузить Он начал расти Я очень радуюсь Но я вижу Что у меня каждый релс Минимум набирает 5-6 тысяч просмотров Каждый Один там Из пяти Из десяти Стреляет На 20-100 тысяч Один из там Тридцати Стреляет там На 100 тысяч Плюс миллион Так если я Сто процентов Наберу 5-6 тысяч просмотров Почему бы мне По механике Сторитела Свою неинтересную Продающую хуйню Не завернуть бы сюда А не в сторизы Сторизы-то у меня Продающие неинтересные Если я буду туда Что-то заворачивать Посмотрит Ну вот у меня Актив сториз Там полторы тысячи Две тысячи Если я начну Там что-то Жестко продавать У меня будет там Ну 800-900 Тысяча Может быть Охват А зачем Я это же Дерьмо Ну типа С точки зрения Контента Это самое Нелюбимое Типа Надо сейчас Типа вот Порезать себе Охваты Но заработать денег Я могу сделать Это в рилс Я сделаю Это в 3-4 раза Эффективнее И когда я это понял Что рилсы Могут прогревать Я и сделал Вот свою воронку Инстаграмную Где у меня Один рилс Висит в закрепе Человек на него Заходит И он прям вот Продает хорошо И продающие Месседжи Можно выкладывать В рилс Это круто Никто раньше Так не делал Может быть Кто-то Может быть Ты делал К этому сейчас Приходит рынок Я сам на этом поймал Вот гениальная вещь Которая я поняла Про рилсы И сториз Что одно и то же Можно завернуть Чуть-чуть другими словами И это пойдет в рилсы Это точно соберет Больше чем сториз А вероятно залетит Потому что одно и то же событие Ты можешь начать там снимать И в идеале Вот когда что-то происходит На эмоциональном заряде Вот у меня Я сейчас был в Дубае Я там за день выкладывал Уже два рилса Но там произошла ситуация В общем там В 9 вечера Встретил блогера-миллионника С ним там произошла Определенная коммуникация Я про это снял рилс На ходу просто 20 секунд Там даже у меня рилс Он без склейки То есть чисто 20 секунд вырезан Я видел это про Надин Серовский Да И у меня первые два Вообще не залетели В рекомендации То есть не просто Ну то есть Были как бы рилсы проходные Которые я просто делаю Потому что сейчас Раскачиваю алгоритм Объем нужен Хочу побыстрее Я третий выложил В 10 вечера Он залетел Хотя по сути Раньше это все постил в сториз Но я просто Из-за насмотренности опыта Научился подбирать слова Как когда происходит что-то в жизни Я это придумываю Короче подрился У меня таких вот из Дубая Там штучек 5 Причем на каждой тратится 30 секунд После того как что-то произошло Так охерел от этого То есть Типа фонтан Окурок Помойка в 5 метрах Чувак прошел Передо мной бросил У меня тоже Жопоподжигательная история С этого происходит Как у тебя С плохого контента Я снял Сначала думал для сториз Но подумал Вот так перемонтировать Просто первым словом Поставить вот это Будет вовлекающе Прикольно Там пока не залетел Но кстати набрал все равно Много больше чем сториз И это вот Да супер инсайд Что И это такой получается актив А не пассив Который пройдет через сутки А который может работать Долгосрочно Поэтому тут вообще Тотал согласен А ты вот согласен с тем Что сторизы Как будто бы умирают У кого-то да У кого-то нет Я знаю людей Которым пипец сложно Делать любой контент Кроме сториз Они блогеры 5 лет И им вот Они на рельсах И им комфортно И они не понимают Как делать рельсы на потоке И такие учатся Как знаешь Дети маленьких ходить Им конец Нет? Они через другие способы Продвигаются У них есть деньги Ресурсы Посмотрим долгосрочно Но если Маленький объем ресурсов Денег То конечно Контент Ютуб релсы Сто процентов Вот Гений мыслит одинаково У меня тоже Сега порядок Да Красава Ты агентство ведешь сам Или с партнерами Или вот Ты один собственник Я единственный Я лицо принимающее решение Единственный ответственный Единственный владелец Я могу сказать Что На содержание Моей команды Я трачу Глубоко За 10 миллионов рублей В месяц Примерно До хера Да Да Это Это сугубо Ну вот моя ответственность Моя ответственность Чтобы я смог это сделать То есть Если вот не говорить Про прибыль Да Потому что Не очень этично Может быть Для бизнеса Для клиентов Каких-то Скажут Ты на нас зарабатываешь Зарабатываю Простите пожалуйста Вы тоже Зарабатываете Да А если говорить Про Команду Да То есть Глубоко За 10 миллионов В месяц И я Очень Сильно Дорожу Своей командой У меня есть много У меня есть команда Уже топ-менеджеров По сути Эта команда Сложена Из четырех Человек Четыре топ-менеджера Которые Имеют Определенные Мотивации То есть Если это у тебя Человек Вот у меня Самый главный Топ-менеджер У меня единственный Публичный сотрудник Единственный Публичный сотрудник Это Витя Пейнер Он сам ютубер Он сам Крупный Вот Другие Я бы тоже мог Пару других запубличить Да они не хотят просто Ну Есть просто Непубличные люди И вот с Витей То есть Как смотри Вот есть Витя Пейнер Он блогер Музыкант У него 100 тысяч Плюс подписчиков Он идеально Делает обложки Монтирует видео Снимает видео Он даже может Зазвукорежеть их Он делает Анимацию роликов Он умеет Общаться с клиентами И так далее Нахера Нахера Витя Пейнер У Влада Козыра Ну Просто вопрос Такой Да Базовый Зачем ему Работать у меня На зарплате Поэтому У Витя Пейнера Там Ну Это Очень редкий Специалист Это вот Человек У меня с ним Подкаст на канале 20 тысяч Просмотров Он собрал Для Ютуба Мне кажется Это для ниши Вот Это очень хорошо Это единственный человек Один из немногих Которым Вот я говорю Витя Что сделать Как вот Ты думаешь лучше Это единственный человек Которому Вот я хожу За советом Где мое Эго Оно Разбивается Просто О его Ну это просто Душа Человек Я Вот я Я ему доверяю Он Он такой Он здоровый Он такой Он очень умный И я вот прям С ним Как не знаю Как со старшим товарищем Хотя он мой подчиненный Он мой топ менеджер Как мне его сохранить В компании Нахрена Витя Такому гениальному Влад Козыра Поэтому У Витя Есть бонусы Поэтому Витя тоже Получает дивиденды Поэтому Витя Ну он не Он не партнер Я начал агентство сам И владею бизнесом Самостоятельно Несу за это Ответственность Но Витя получает Где-то проценты Где-то бонусы Процентами Когда-то У топ менеджмента У меня бонусы Процентами Всегда Практически Всегда больше 100 процентов Оклада Вот мы с тобой Договорились Что Я приглашаю тебя Быть Не знаю Главой нашего Короткого направления Короткого контента Вот Леша Давай 500 тысяч рублей Ты будешь у нас Топ менеджером Ну это ставка По топ менеджеру По рынку Понятно Тебе очень хорошие деньги Да Это хорошая ставка Для топ менеджера Но Ты же не пойдешь Ко мне работать За 500 тысяч Правильно И если я захочу Такого вот Умного Классного Как ты Который может и сам Мне надо сказать А давай вот еще У тебя такой бонус Еще такой Еще такой У тебя есть большая команда У тебя есть бюджет на планирование У тебя есть поле для экспериментов Ты можешь сам творить Ты сам сможешь заработать Там не знаю До там Двух миллионов в месяц У меня в компании И ну вот так С топами Можно работать Можно людей привлекать В компании Работать на тебя С очень крутыми людьми Это сложно Это отдельное Это отдельное просто направление Возможно я где-то ошибаюсь Возможно я где-то Делаю что неправильно Мне 26 лет Я никогда не учился бизнесу Я в целом Ну ютубер Знаешь как все приводят В пример Тинькова Как то что он пивоварня Пельмени Банк И типа что он самый крутой предприниматель Потому что он в разных нишах Это сделал Вот я не бизнесмен И не предприниматель Я стал предпринимателем И бизнесменом Только потому что Я очень люблю ютуб Я настолько люблю ютуб И свое дело Что чтобы в нем Становиться еще более крутым Я решил освоить предпринимательство Вот у меня так вот То есть если Меня вырвать Вот все Я все равно пойду Я все равно пойду туда Когда висела В 22 году Угроза блокировки Типа и все такие Ну вот пойдем во Вконтакте Пойдем в Яндекс Еще 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 Слава богу Угроза уже никакой не висит Но я говорил Нет вы идете в жопу Идите пожалуйста Я останусь с ютубом Да я буду херово Говорить по английски Да На меня потом будут Тыкать пальцем И говорить О Вот он Отбился от стада Пускай на меня так Я не брошу эту платформу Вот как-то вот Ну Вот принципиальность Наверное Какая-то у меня есть Я настолько люблю свое дело Что Вот эти все Попутные процессы Я им учился Просто чтобы любить Ютуб Еще Еще В новых каких-то конфигурациях И в новых плоскостях Любить его Не на Двух каналах А на там Полтысячи каналов Вот так вот Любить ютуб Тоже круто Не на сто тысяч Не на миллион А на Десять плюс миллионов Расходника В месяц Вот Это классно Жестко То есть ты Найм и менеджмент Вообще нигде не учился Нет Нигде не учился А у тебя какой-то есть HR и HRD в команде Конечно Окей Хотя бы Ну то есть В целом Я Когда начала Компания расти Я позвался Во его коллегу Который Имел опыт управления Командой из десяти человек И он начал управлять Командой из десяти человек Сейчас я тоже управляю Командой из десяти человек Ну там Чуть меньше Там Из там От четырех до восьми То есть четыре Топ-менеджмента Фиксированы И еще четыре Там ключевые просто сотрудники Это те, кто у тебя в прямом подчинении Да Четыре человека у меня в прямом подчинении Это вообще Ну типа считается там Пять-восемь норма Вот Так что как раз Ну вот до восьми Да Но чем меньше, тем лучше на самом деле Люди, у которых большие бизнесы И один человек в прямом подчинении Типа ассистенты или SEO Это вообще считается гением Ну мне бы хотелось к этому прийти Но у меня нет ассистента И я уже начинаю переживать по этому поводу Ну вот Искренне рекомендую У меня их три Я не знаю Ну а у тебя хотя ассистентные задачи делают Я думаю как раз таки сотрудники У меня просто очень много по контенту обрабатывают Типа там Отсмотреть подкасты Вставки там Ну так это твой сотрудник Почему Ты его называешь ассистентом Ну они Ну они заходили изначально на вакансию ассистента Причем делали еще другие задачи Но параллельно я их обучал на работе с контентом И в итоге у них львинная доля задач Именно связана с обработкой контента Чтобы я вот не лез Вот Да Потому что подкастов Штук сорок я снял за последние полгода С декабря Ну вот Да Ты правильно сказал Что я бы это не назвал ассистентом Назвал бы это контент-менеджером А вот Я хорошо знаю Кто такой бизнес-ассистент Потому что когда я работал В официальном партнере Компании Google в Беларуси В компании Mediacub Ей владеет Миша Бочинок С ним хорошо знаком Ну то есть это вот человек Сейчас компания Mediacub Она переехала на Кипр Это уже международная компания Это международный бизнес У них оборот 375 миллионов долларов В год Они какую задачу решают? Они Они по сути банк Для блогеров Типа Ты вот пришел Как блогер Например Ты если бы был Вот блогером из Америки У тебя от сенс Она капала Там 2000 долларов Вот у тебя ролик стрельнул И у тебя вот в день 2000 долларов Вот пришло Но ты их получишь 21 числа Следующего месяца А мы тебе сейчас дадим Под 3% Или под 5 Или под 10 Или под 15 Ну вот короче Да Классная тема Она по всему миру Это как партнерская сеть И я очень многому Вот Ну учился Просто Миша об этом даже Наверное не знает Я просто смотрел на него И такой О Вот Миша крутой Вот Миша я верю Вот у меня такой Миша Бочинок Влад Бумага И владелец компании Мовави Собственно В которой я работал Исполнительным продюсером Я вот на этих трех людей Много Очень сильно смотрю И просто за ними повторяю И у него вот Бизнес-ассистент появился Это человек Абсолютно Мне кажется Очень хорошая зарплата То есть это зарплата Топ-менеджера Это ассистент По бизнес-вопросам Это человек Который может On behalf of Михаил Бочинок То есть он От его имени Может что-то делать И вот Ну как бы Я вот это подразумеваю Под ассистентом И очень хочу Такого иметь И вот Хотелось бы найти его Не из сферы контента Вот У меня такие задачи Они тоже решают Я это просто для примера сказал У меня один из инсайтов Был в этой студии С одним предпринимателем Таким очень успешным То что Он допустим Делает себе сразу По 15 шейкеров С протеином наперед Как-то так Ему там типа Помощница делает И вроде с одной стороны Ты тратишь там на один В день Минуту Допустим пьешь два Это две минуты В месяц Час времени Вот И я такими категориями Стал мыслить И допустим сейчас даже Ну брони ресторана Точнее есть один из ассистентов Который более личный И вот я типа там Броне ресторана Трачу на это Пять секунд голосового Типа Время Место Количество гостей Бронь А она сама тратит Две минуты на бронь Вот Я еще даже настолько Стал уходить В это Делегирование Мысль такая Вот я Год назад учился У Миши Гребенюка На НСП Там вставал парень С вопросом У меня маркетинговое агентство Зарабатываю миллион чистыми Что мне делать дальше Миша сказал Меняй нишу Потому что В формате агентства Сильно большие деньги По чистой прибыли Стабироваться В том числе Это как раз таки причина Почему я как раз Дошел до этих цифр И ухожу сейчас Больше в модель инфобиза Наставничество Потому что Для меня это более понятно Как расти там Менее кроваво Хотя год работал По сути тоже как агентство Что ты думаешь Насчет этого На своем опыте Потому что я так понимаю Ну ты не говоришь Но я думаю Там побольше цифры Ты смог Я думаю Это миллион точно уже Пробить по ЧП Что думаешь Насчет того Что считается Кровавой моделью Ну мы Мы на порядок Конечно Выше всего этого Уже наверное Как с полгода Вот И Я могу сказать Что это Ну это не Ну это не простые деньги Ну да Сложные деньги Текучка Типа кто-то уходит Да Ну конечно Ну уходят Люди увольняются Люди нанимаются Слушай Ну я не считаю Что Это прям Ну знаешь Кровавые деньги Случит прям не очень Ну что Типа 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 Жопа болит От них Ну мне не болит Мне нормально Я бы не сказал Что Для Агентства На русском языке Там Порядка 15-20 миллионов Прибыли Это потолок То есть Я бы не сказал Что это потолок Ну Я думаю Что В миллионов 30 Вот Если уперся То да Но опять же Моя Стратегия Роста Это сейчас Идти На Другие рынки И опять же Я Смотрел Документы Отчетности И вот у меня был Такой классный Прикол Компания Мовави Это же Видеоредактор Это же Международная Корпорация Там Тысяча сотрудников И я Начал Я такой О А я же там Еще Числюсь Ну и работаю Ну как бы Моя команда работает Но изначально Нанимали меня Как исполнительного Продюсера Но я уже Все Сделегировал На команду Мы практически Не взаимодействуем А я зашел На подведение Итогов года Первого квартала А я смотрю А мы по первому Кварталу На России Больше заработали Чем Мовави Моя Моя компания Мое агентство Я такой Охренеть То есть У меня уже больше Такой Подождите Но там же У них Другой уровень Доходов А я Посмотрю Так 90% В США А И я начал Вот так вот На это все смотреть И на США Компания Мовави Компания Медиакуб На мой взгляд Ну прям Жрут говно Ну вот прям Ну плохо работают Неэффективно Плохие конверсии Плохой контент Ну я подписан на англоязычные их аккаунты, я смотрю на их англоязычное, ну, этот СММ на Америку. Говнище. Очень херово. Продажники работают на эти спикеры, но русские говно. Я нанял сразу человека с американской корпорации себе. С крутой, с Нью-Йорка. Прям чел работает в Нью-Йорке. Прям на Манхэттене. Вот чел оттуда. Я говорю, мне нужно два часа в день твоего, ну, за два часа в день я тебе в месяц плачу две с половиной тысячи долларов. Я согласен, хорошо. Он какую задачу выполняет? Он, ну, по сути, занимается построением команды маркетинговой. Маркетинг and sales department. То есть у тебя фокус на англоязычный рынок выходить? Ну, конечно, я хочу туда идти. Ну, не только на англоязычный, я хочу в целом на мир работать. Я хочу работать на Америку, я хочу работать на Латинскую Америку. А как у тебя с языком? Ты будешь иишкой это все вытягивать? Нет, конечно. И сам, ну, и мы уже YouTube канал создали англоязычный. Мы уже два клиента получили с Америки. Мы создали англоязычный канал, он на третий день попал в реки с первого ролика. Неудивительно как будто бы. Ну, у нас же есть Arthur Weiner, это мой партнер, Артур Вишневский, который уже пришел к тому, что идеально говорит по-английски. Он наш представитель, по сути, амбассажера. А сам собираешься? Да. Да. Я записал ролик, мне его отбраковали, сказали, хуйня, иди переснимай. Из-за голоса? Из-за голоса, акцента я занимаюсь мимикрией, звукоподражанием. Видно, что я изображаю из себя, а надо искренне говорить с херовым акцентом. То есть это классный тоже инсайт, когда вот начинаешь... Я хорошо говорю по-английски, ну, то есть у меня никаких проблем, я долго его изучал. Когда ты начинаешь говорить по-английски, тебе очень важно не изображать акцент. Ты можешь, типа, не знаю, ты можешь начать заниматься, там, я не знаю, как это лучше сказать. Ты можешь начать стараться говорить, это плохо. Вот. И это прям проблема. Это проблема 99% спикеров. Если мы сейчас начнем с тобой говорить по-английски, мы начнем с тобой стараться изображать акцент. И это первая ошибка, с которой нужно мозгами справиться. То есть не нужно, типа, how do you do? Типа, пытаться эти буквы D мягкие сказать, how do you do? Вот. Вот. И когда ты вот так вот, говоря, искренне, не изображая, не мимирируя, научишься говорить, ты будешь говорить чуть-чуть лучше, чуть-чуть лучше, чуть-чуть лучше, чуть-чуть лучше. Изображать акцент, ну, типа, очень плохо. Но это вот такой вот инсайдик. Круто. Слушай, ну, по поводу того, что тебе Миша сказал или не тебе, да? Ну, я был в зале. Да, да, да. Блин, ну, я не знаю. Ну, то есть миллион в месяц, это, конечно, очень скромно. Если не знать, что это в рамках бизнеса считается тяжелыми деньгами, то в целом нормально получается. Ну, да, наверное, наверное. По поводу нюансов Ютуба, что еще хотел с тобой обсудить. В правилах Ютуба там очень расплывчато написано, что вроде нельзя говорить, что нельзя говорить. И вот я, допустим, сам часто сталкиваюсь с непониманием, а нужно это пикнуть или не нужно. Все, что касается темы детей. Ну, ты понял, какую тему ютуба, котиков. Вот. Что, чего нельзя говорить, чтобы, не дай бог, Ютуб не блокнул канал или ролик. Есть две важных штуки. На Ютубе есть, как у тебя в левой руке не Сникерс, а правый не Марс. У тебя здесь контекст, а здесь графичность. И вот, например, я могу, смотри, как я могу сделать такой, да ну, блядь, ну как так можно? А я могу сделать, ну как, блядь, так можно? Вот сейчас только что это практически желтая монета. То есть, когда я говорю нецензурное слово и говорю это, ну, без агрессии, это нормально. когда я лично на тебя начинаю говорить какую-то нецензурщину или оскорблять, не дай бог, сразу желтая, сразу могут удалить ролик. То есть, агрессия. То есть, ну, например, нецензурная брань сама по себе на Ютубе не запрещена. Она запрещена там по рекламодателям в первую минуту ролика, 30 секунд. Точно так же и, там, например, тема наркотиков, которые зло, да? Ты можешь сказать, что, ну, вот мы можем просто там произнести это слово, мы можем сказать по шутке в каком-то там юмористическом контексте, да, что кто-то, ты что, он, он как будто бы он обдолбался, да? А если ты, ну, скажешь такой, всем привет, сегодня я вам расскажу, как правильно, ну, там, какую-нибудь обучалку будешь делать по наркотикам, ну, конечно. Вот ложка, зажигалка. Да, да, ну, то есть, и ты можешь это делать очень, ну, корпоративно, рафинированно, прекрасно, интеллигентно, вот, но за это второе тебе дадут а-та-та. Но если ты очень, не подбирая слова, грубо выскажешься про наркотики в юмористическом контексте, не будет ничего. Точно так же и с обнаженкой. Если мы хотим поговорить про женскую грудь в контексте правильного кормления ребенка, все нормально. Эти ролики лежат в открытом доступе на ютубе. Ну, прям реально. Если мы, ну, если мы не показываем женскую грудь, но девушка такая сидит где-нибудь, да, в ролике и такая, ну, как вы, мои котики, соскучились? Все, пиздец. Это, ну, типа могут удалить. То есть это сексуализация. Вот. То есть контекст сильнее графичности всегда. Давай еще сразу по моментам. Желтая монета влияет ли на органику по ролику по каналу или это просто нет монетизации? Раньше влияло, сейчас не влияет. Раньше сильно влияло. К нам приезжали, когда я работал еще в партнере вот в Медиакубе, к нам приезжали специалисты из Хорватии, из Ирландии и разбирали, и показывали нам. Вот. Типа контекст, графичность, объясняли разницу, показывали кейсы. Но мы с ними ругались очень жестко насчет желтых монет, потому что они демократично молчали. Типа not a fact, not a fact, no, 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 no. Типа, что это разные алгоритмы, это так не работает, что это не влияет, а оно влияло. Вот получаешь желтую, влияло. Сейчас нет. Реально. У меня самый популярный ролик, ну, не самый популярный, ну, просто сколько там, 150 тысяч просмотров собрал. Один из самых популярных все-таки нишевых обучалок. Там, типа, эти настройки убивают маленькие YouTube-каналы. Мне кинули желтую туда. Короче, и, ну, и все. Он один из самых популярных. А кинули в начале? Кинули в начале, это вообще прикол. Мы адаптировали превью с американского блогера, и про тему плагиат можно поговорить. У тебя там что-то случилось. Короче, мы адаптировали превьюшку, и у него было, типа, this setting fuck small channels. И я такой, ну, нормально, а у него в слове fuck было you под звездочкой. И я такой, ну, прикольно, типа, эти настройки, типа, звездочка маленькие каналы. Я такой, прикольно, нормальный тайтл, ну, типа, у него же про канала, мне желтую. За что? Не, ну, прикинь, а я меняю заголовок, я поменял заголовок, все, как-то, по-моему, перезалил ролик или что. Не, не перезалил, просто поменял заголовок, кинул апелляцию, мне вернули зеленую, я опубликовал ролик, он на следующий день получил желтую, типа, по ручной проверке. И в сноске было, типа, мат в заголовке. То есть, видимо, система залагала, что я туда написал мат, потом убрал, стер, пересохранил, и этот ролик у меня до сих пор с желтой монетой лежит. Это вот один из немногих у меня на канале. Но при этом органика на нем вообще прекрасная. Сам пошел. Еще яркий пример, есть такой канал Гео на ютубе, знаешь его? Да, конечно. Гениальный парень, просто Гео, если ты смотришь, я твой фанат. Блин, я не знаю, как такое делать. У него выходил ролик про Титаник на три часа. Просто фильм про Титаник, все там рассказал, очень интересно. И там были кадры самого фильма, ему за это блокнули на первые сутки, а такой классный начинался. Я еще начал смотреть, думаю, какой классный ролик снял. Он блокнул, думаю, блин, как жаль, наверное, мало людей увидят теперь, потому что они перезаливали, по-моему, удаляли, удаляли, перезаливали, либо потом. Ну, короче, там были вот эти терки с ютубом. Самый популярный ролик на канале, миллионов 10 плюс набрал. Ну, это очень важный момент, потому что это были терки не с ютубом, это жалоба по авторским правам. Ютуб является лишь посредником при решении каких-то вопросов авторских прав. Ютуб не уполномочен делать что-то. Знаешь, как вообще происходит процесс страйков? Вот как это работает? Весело внимания. Смотри, ты загружаешь какой-то ролик, а я делаю видос, в котором рассказываю про человека, который был автором рилса, который украли, и за это, типа, дали штраф там 300 тысяч рублей. Я вот на это ссылаюсь в ролике и говорю, что вот этот рилс, и показываю, например, или вот этот человек, и вот тебя показываю. Вот я тебя показал, показал ролик с твоего канала. Ты идешь в ручную эту жалобу под мой ролик, копируешь ссылку, фрагмент, типа, он использовал мой контент. Удалить. Если это, типа, не переработанный контент, если это не fair use, то ютуб такой, типа, окей, хорошо, мы удаляем этот ролик. И он мне присылает уведомление, мы ролик удалили, потому что пришел этот Алексей и кинул страйк. Я что могу сделать? Я могу не согласиться. А, кстати, дают мне страйк или нет, это ты решаешь. Потому что ты кидаешь, когда ты кидаешь жалобу, ты выбираешь удалить сразу, либо удалить через 24 часа. Если ты выбираешь удалить через 24 часа, со мной связывается YouTube, и говорит, Алексей попросил удалить в течение 24 часов. Если не удалишь, будет страйк. И я могу сам удалить. А если ты жмешь удалить сразу, мне удаляют, и это страйк. То есть, это ты выбираешь, тот, кто жалуется. Ловко я тебя в нашей ролевой игре представил, типа, тем, кто мусорнулся. Наглядный зато. Вот. Но я могу сказать, а вот нет, и там есть такой секретный текст, который я могу сказать людям. Ты можешь написать, я готов явиться в любой районный суд того-то, того-то, такой-то страны, там, США, еще, еще, еще. Я считаю неправомерно, бла-бла-бла-бла-бла, там большой текст, я в одном из своих роликов рассказываю. Самое главное, сказать, что я готов получить судебное извещение и явиться в суд. И если ты это пишешь, то с 99% вероятностью YouTube возвращает ролик на платформу и дает тебе 10 рабочих дней на то, чтобы обратиться в суд. А если ты не обращаешься, то это тебе а-та-та за три таких неправомерных жалобы, которые доходят до страйка. Но человек, который знает и умеет, начинает, типа, а я пойду в суд, и ты не идешь в суд, это приравнивается к одному страйку. Тебе. Но ролик вернули. Ты про какой? Нет, типа, я страйк все равно получил, но ролик вернут. Нет. Все вернут. Вернут страйк. Все вернут. То есть, смотри, ты мне кинул страйк. А, то есть, это обнуляет всю ситуацию. Обнуляет, да. Если ты не пошел в суд, это обнуляет всю ситуацию. Мне YouTube восстановил видео и такой, типа, ну и все, мы до решения суда ничего не можем делать. Окей. Вот. А если во время каких-то вставок с трансляций, фильмов, других ютуберов приписывать, что это за источник, это дает шанс того, типа, ты что подписал, чье это? Это здесь уже начинается американская демократия, с позволения ее так назвать. Потому что, если это, я процитировал тебя, и мы вот разыграли вот эту ситуацию, то, скорее всего, YouTube встанет на мою сторону. Если мы вернемся, к примеру, Титаника, и, например, каким-нибудь дистрибьютором Титаника является самая крупная американская партнерка BBTV, которая, ну, как бы, это BBTV. Это очень важно. Она владеет всем контентом НБА в YouTube, NBA, является официальным дистрибьютором. Допустим, что партнерка BBTV является дистрибьютором фильма Титаник везде в мире. Или еще лучше Sony Warner. Это полный пиздец. Ну, Sony Warner, это прям жестко. И если Sony Warner посылает такую жалобу, да, то YouTube такой, ну, ты готов пойти в суд? Ну, иди, типа, и судись. ролик удален. То есть они, если это правообладатель, дистрибьютор Титаника, а это точно либо Sony, либо что-то около, либо там BBTV, ну, ты не отспоришь ничего. То есть, ну, это Америка, американский суд, адвокаты и все со всеми втекающими и вытекающими. Не рекомендую этим заниматься. На уровне юзер-юзер, да, можно пободаться, можно отспорить страйк очень легко. За, ну, опять же, за авторские права, то есть, допустим, мы процитировали кусок фильма Титаник. Пофиг. Нет, нельзя. Нельзя цитировать. Просто столько контента, где, знаешь, перебивками оставляют отрывки из фильмов, причем абсолютно разных. Да, это очень рискованно, я так не делаю. Я бы так не стал. Я себе сейчас на личный YouTube снимаю контент с перебивками, которые мы нейронками рисуем сами. То есть, у меня команда рисует и оживляет. То есть, прям видеошки вставляются. Вчера буквально кидал своему там режиссеру по монтажу, что вот классный рев, можно еще фильмы добавлять побольше. Чувствую, что... Не надо. Не, не надо. Нейронки, нейронки, все, я понял. А ты можешь типа в нейронку скормить видос и сказать, сделай похожий? Может быть, может быть картинку? Типа сделать, не взять цитату фильма, а взять типа картинку, попросить сгенерировать какой-то кадр и его отанимировать? Лям, чтобы было похоже, а как будто кто-то маслом перерисовал Леонардо Ди Каприо. Типа того, да. Можно попробовать. Это будет работать 100%, то есть это уже переработка. Ну, то есть это не является тем, что облагается авторским правом. Мы сейчас с нашим отделом монтажа, у нас режиссеров монтажа почти 30 человек. Мы сейчас пишем регламенты на стоке. Мы вот давеча созванивались с Envato Elements. У меня там подписка работает. Ну, вот да, у нас тоже подписка есть, да? Да, да, да. Ну вот, мы созванивались, потому что нам нужно на 30 человек подписка. Каждый месяц дороговато получается. И мы говорим, давайте вы нам на год дадите все, там, как-нибудь Enterprise решение, и нам Envato выкатил там, говорит, за 42 тысячи баксов в год погнали работать. Мы вам 100 лицензий дадим. Мы говорим, не, спасибо, мы отказались. И вот после этого мы такие, все, пишем регламент, как системно, у Саши Соколовского очень классно, на его канале мысли вслух генерится нейросетка. Я прям его как референс беру. Мы с него и брали. Вот, да. Они очень круто это сделали, и мы сейчас вот ставим на поток именно генерацию стоков нейросетками. То есть вы тоже сами будете пилить картинки, бедюшки? Но я не знаю, там просто есть дилемма. Возможно, это можно будет делать хорошо через Soro AI, когда она будет нормально доступна всем, и в принципе она будет работать, если она будет работать. Но пока что это сгенерить картинку одной нейросетью, а заанимировать другой нейросетью. Да, вот так и делаем. Но Soro AI мы ждем тоже, с ней будет еще проще. Так, если я вдруг случайно косякнул с наложением или с лишними словами в видео, мне какой-то прилетел страйк, это проблема только этого ролика или это еще может на канале сказаться? Ну, смотри, здесь по авторским правам у нас это вообще никак не может влиять на канал. Но там есть, короче, там есть две разных штуки. Если тебе по страйкам удаляют канал за авторские права, тебе запрещают создавать YouTube канал и снова. Это очень важно. То есть YouTube очень жестко борется за копирайт. Но когда тебе удаляют за копирайт что-то по инициативе правообладателя, то есть это удаляет не YouTube, это удаляет правообладатель контента. Тебе никаких санкций на канал. А вот если ты нарушаешь принципы сообщества, это уже удаляет YouTube. Это другой тип жалоб. И если тебе удаляет ролик YouTube, то после первого ты получаешь предупреждение. То есть это нулевой страйк, это не страйк. YouTube высылает предупреждение, нам один раз он просто удалил превьюшку. Мы хотели какие-то приложения для Android, которые тебя поразят на один из каналов. И мы там девушки, как будто бы это сканер одежды. Это просто залетало. Это на канале The Box было. И мы переснимали это на Америку спустя два года. И нам прилетел как бы нулевой страйк. Нам прилетело предупреждение. YouTube такой мы удалили вашу обложку. Это никак не повлияло. Дальше если ты удаляешь если тебе удаляют первый ролик, то по-моему тебе нельзя неделю что-то заливать видосы. Я что спрашиваю, мне это наболевшее. Я честно тревожусь из-за того, что ты можешь вкладывать кучу сил и так далее. Во все эти платформы Синстоит вообще частая тема, что аккаунты блокируют, поэтому нужно дидерфицироваться. Но в плане YouTube я вот переживаю, что кто-нибудь лишнего ляпнет, слишком много какие-то проблемы в целом с каналом. Как людям не тревожиться из-за этого? Что точно нельзя делать и должно быть все good? Слушай, ну это крайне маловероятно, что у тебя будут какие-то проблемы из-за того, что кто-то что-то скажет. То есть даже все вот эти темы, если они упоминаются просто в контексте, а не то, что типа давай готовить вместе. Слушай, ну я же тебе уже сказал, контекст побеждает графичность. Все, окей. То есть обнаженная девушка с точки зрения YouTube нормально, когда она не в контексте сексуального возбуждения. Если эта девушка полностью одета, но она начинает работать в контексте сексуального возбуждения, сразу работает а-та-та. То есть ну почему вот это вот из твича пошло осуждаю и там или что-то еще. Контекст решает. Легче всего доказать образовательный юмористический контекст. Вот. Это было в образовательном контексте. Слушай, ну это нормально. Это можно обсуждать. То есть с точки зрения YouTube никаких санкций не будет. Ты ну как бы можешь не нервничать. Ты можешь апеллировать. Ты можешь пойти в партнерку, она будет апеллировать вместе с тобой. Это нормально. У YouTube в отличие от инсты и тиктока, слушай, кстати, я говорю только про YouTube. В инсте и в тиктоке я реально видел случаи. Вырезали под ноль за какое-то неосторожное слово. В YouTube такого нет. В YouTube есть только политические моменты, я думаю, ты понимаешь, какие, когда удаляли русским политикам YouTube каналы и публичным деятелям. Вот тут да, вот тут американская демократия в лучшем виде. А если мы говорим про вот эти все какие-то неполитические темы, это очень сложно. Это прям надо вот сидеть и говорить, что ты будешь что-то делать или учить, или призывать. Если ты просто обсуждаешь, обсуждай, пожалуйста. А если человек как собожник материться, есть смысл первые две минуты все пикать? Ты уже про меня. С тобой нормально. Ну, в первых двух минутах не нужно вообще мат. Не нужно вообще никакого мата желательно. Но и лучше не пикать, лучше убирать звук, потому что ну, это же не нейронка работает, несколько нейронок. Если у тебя везде пики, пик-пик-пик-пик-пик, это тоже плохо. Ну, YouTube понимает. Опять же, если ты запикаешь, как кто-то орет на кого-то матом, мы уже разобрались, что контекст побеждает графичность. Это не поможет. Ролик могут заблокировать, да. То есть, а если кто-то просто ругается, потому что ругается, ну, у него для, как Юра Хованский, да, вот у него вот это его бля-ёпта, это же у него связано, это же, ну, у него, это как это, это междометие для него. Да, то есть, он использует это сочетание как междометие. Вот у него такая морфологическая конструкция бля-ёпта. Это Юрий Хованский, ну, пожалуйста. Ну, никто ему ничего не делает, никак у него канал из-за этого не страдает. Когда Юрий Хованский начинает прилизанный с вот таким вот большим пальцем рекламировать казино, ну, тогда YouTube удаляет ролики. Но он прилично это делает и культурно. Вот, поэтому я что хотел важное сказать. в YouTube, ну, это компания Google, у Google очень адекватная поддержка. Мы вот сейчас каналом Guten Hunger, нашим кулинарным, пробили там в месяц 30 тысяч евро монетизации. что у нас вот канал стрельнул и я сейчас захожу, баланс от сенс, захожу смотреть, а там 33 тысячи евро. Чуваки, вы что? А мы просто типа, ну, по 2000 баксов вкладываем каждый месяц в новые YouTube каналы кулинарные. И они либо, ну, умирают, либо выстреливают. И один что-то, ну, очень сильно стрельнул. И я так, ну, прям обрадовался. Я говорю, ну, слушайте, я всегда в прикол это делал. Ну, просто как, знаешь, типа, как сохранить там, ну, не то, что сохранить, как инвестировать, главный принцип инвестирования, как за 10 лет потерять меньше 10%. Я так же с кулинарными каналами. А тут это все стрельнуло. И мне YouTube такой, а давай мы тебе личного менеджера предоставим, прям от Google. И, ну, прям человек созванивает с тобой, прям из Ирландии. В Ирландии просто русский офис поддержки и говорит с тобой. Ты можешь всегда им написать, ты всегда можешь отстоять свою позицию, всегда YouTube, то есть у тебя есть там три страйка, ну, почему показывают четыре, потому что по правилам сообщества четыре все-таки страйка, а не три. То есть есть нулевое предупреждение. Адекватно на YouTube не удаляют никого одним днем, ну, мы уже проговорили в каком случае удаляют, то есть вот туда лучше не ходить. Во всех остальных случаях супер все адекватно. Так, окей, еще несколько задорожских вопросов есть. Точнее, если резюмировать, не вставляешь вставки из фильмов, не материшься первые пару минут ролика, в нормальном контексте обсуждаешь запретные темы, и ты даже... Другаясь сама там тоже в нормальном контексте. А, ну, потом, после первых двух минут. Все должно быть ок. Да, конечно, конечно. Все, кайф. Окей, просто, ну, вот эти все темы, про которые говорил котики и дети, и так далее, я это все, звук как раз таки вырезал у себя, и знаю, что из-за того, что такой, типа, лучше вырезать, хуже подкаст не будет, но, не дай бог. Ну, для YouTube, кстати, тема детей стоит отдельно, вот, дети, это там, где я бы не заходил бы вообще на эту сторону, почву. Тема котиков гораздо лайтовее, чем тема детей для YouTube. У нас найден шорт, дали детский контент из-за хэштега дети. А, не, ну, это вообще не то, это сертификация ролика, и он в YouTube Kids попал по ошибке, это не то. Смотри, еще такие вопросы, типа, я, чтобы на них ответить, мы из команды все анализировали, или кто так делает, мне это интересно, какой у тебя вывод по этим вопросам, потому что про это все спрашивают, когда ты говоришь, я YouTube занимаюсь. Первое, насчет давания ссылки в своих соцсетях на свои ролики, ТГ, диплинки в инсту, а многие ребята, как, допустим, Глеб Соломин не дает ссылки, говорит, ищите по поиску. Что думаешь? Ну, в целом, я уже понял, что на многие вопросы в целом есть много ответов. Часто делают люди просто, как тебе нравится. Это я хочу просто ответом на твой вопрос ответить сразу на все вопросы, чтобы люди поняли. Есть, я так понял, что ты футбол любишь, да, есть те, кто бьет правый, есть те, кто бьет левый. Это как, какой ногой бить правильно? Ну, кому-то удобнее правой, кому-то левой. Если мы говорим сугубо про ссылки, то это влияет только, когда канал не попал ни в какой кластер рекомендаций. То есть, когда у тебя аудитория, на которой похож ваш канал, который смотрят ваши зрители, ничего нет, нет, когда у тебя ролики, которые, другие ролики, которые смотрят ваша аудитория, ничего нет, у тебя ноль подписчиков, ты загрузил первое, второе, третье видео, никуда не попал, у тебя не сформировано ядро аудитории, нельзя давать трафик и там ссылку на трафик с большим ядром аудитории, чем у тебя есть. это очень просто. Ну, то есть, Влад А4 сегодня может убить любой ютуб-канал. Любой. Вот он, смотри, он сейчас заходит и такой, о, типа, мой старый друг Влад Козыра делает свой ютуб-канал. Он такой, и прикидывает, детишки, привет, я буду делать челлендж, теперь не на своем ютуб-канале, а на канале Влад Козыра, переходите, подписывайтесь. Он же так убил случайно канал какого-то дальнобойщика. Он был подписан на дальнобойщика какого-то. Я не знаю, почему Влад Бумага был на него подписан. Но он не скрыл подписки свои. И дети увидели, что в подписках канала А4 вот какие-то люди и дальнобойщик. И на дальнобойщика там было три человека. Раз, два, три. И на дальнобойщика за сутки подписалось 50 тысяч человек. Все, он закрыл канал. Я понял, да. Ну, то есть, никогда не давай ссылку на ядро больше, чем твое собственное, если это ядро из другой ниши. А если у меня, допустим, в Инсте, в Телеге бизнес-аудитория? Ну, то есть, та, которая релевантна моему потом YouTube-каналу. Почему нет? Да, конечно. Хорошо, давай конкретно. Вот с точки зрения алгоритмов нет того, что вы всем клиентам говорите, не давайте ссылки в соцсетях, только превьюшку, пусть сами ищут. Говорим на начальном этапе. Когда, смотри, когда ты даешь, например, у тебя YouTube-канал меньше, чем твоя инста, вот тогда не давай. Вот если у тебя в Инсте сейчас перейдет 20 тысяч человек на YouTube-канал, где 100 просмотров, вот тогда не давай. Если у тебя на YouTube миллион, да давай, хоть задавай, ничего не случится. Вот, то есть, ну, самое главное просто не испортить, не привести левую аудиторию, чтобы YouTube не посчитал ее тоже, как сказать, фамилия, ну, типа, как схожей с аудиторией этого канала твоего и не начал потом искать новые кластеры туда. Вот. То есть, когда ты говоришь нуля, через три дня уже залетело в рекомендации, вы просто на голый канал нулевой выкладывали ролики. Да. И уже залетало. Да. Клево. Next задротский вопрос подушним. Давай. Про шорцы на один канал с горизонтальным, потому что есть ребята типа Соколовского, которые прям жестко против. Я видел сообщения от Соколовского, ну там кому-то из своих, кто у него там то ли учится, то ли знакомый, кидал, разворачивал эту тему, он жестко против. Что думаешь насчет этого? Ну, это опять же та же самая история про кто-то бьет правый, кто-то бьет левый. Это типичная история. Судя по тому каналу, вы совмещаете и ок. Да, можно совмещать, можно на разных разницах практически нет. Сейчас объясню. У нас, я объясню, я могу охарактеризовать тех людей, которые шорцы и длинные ролики не публикуют на один YouTube канал. Это очень люди с высоким эго. Сейчас ты поймешь, почему. Это очень смешно, но я могу понимать, это прям реально кек. смотри, когда ты публикуешь шорц, у тебя формируется отдельный фид, отдельный фид шорцов. Они идут не в фид длинных роликов, они идут в фид шорц. У тебя в фиде шорц формируется очередь людей, которые привыкают смотреть твой контент. И часть из этих людей подписываются на твой контент. Если человек подписался на тебя с шорца, ему с большей долей вероятности в фиде подсунут следующий твой шорц. Если он ему не понравился и он его проскроллил, уже не важно, что он на тебя подписан. Ему уже может не попасть твой шорц. Если человек просто регулярно смотрит твои шорцы, ему рекомендуются твои шорцы. Про длинные ролики даже речи здесь не идет. Нету, ну, нету, никак не попадет. Единственный фид, где ему попадут длинные ролики, это фид подписки. Но в фиде подписки 5-7 процентов трафика. Да, я тут вообще не захожу. В фиде подписки никто не смотрит ролики. Поэтому, если ты в фиде шорц набрал людей и в фиде длинных роликов набрал людей, то это просто два контейнера, ну, две очереди людей. Да. Ты в двух фидах собрал определенные очереди. И твой ютуб канал это общий контейнер просто для этих людей. внутри у тебя шортс и длинные ролики. Раньше еще были посты в сообществе модные. Можешь туда и посты в сообществе добавить для тех, кто любит почитать. И они в ютубе сидят. Ну, какие-то извращенцы. Вот. Вот у тебя есть три контейнера, да? И когда мне человек говорит строго на разные каналы заливаем, что я могу сказать про этого человека, почему он так делает? Ему важно, чтобы в его контейнере, в котором вот у него общий контейнер, да, сто тысяч, да, и у него здесь посты, шарцы и длинные ролики. И у него с длинных роликов тридцать тысяч, шарцов тридцать тысяч из этих, короче, тридцать, тридцать, тридцать. И он сидит и говорит, у меня сто тысяч в контейнере, и это все видят. А на ролике всего тридцать. «Я не хочу, чтобы у меня было много подписчиков, но люди думали, что у меня что-то не так с каналом». Это, скорее всего, эгоистично уязвленные люди, которые говорят строго на разные каналы. То есть, это неплохо, нехорошо. Это люди просто, ну, я не верю, что они боятся за канал. 99% людей, возможно, это я был такой, но я публикую все на одном канале, потому что мне, слава богу, мне стало похуй. Я прям подружился со своим эго, мне стало проще. Да, у меня там 130-140 тысяч подписчиков, у меня есть длинные ролики, которые набирают 3-4 тысячи просмотров. Если есть кто-то, кому это нужно объяснять, то, ну, скорее всего, вам завтра в школу. Ты играешь в вероятности. К 8 утра, да. Мне абсолютно не принципиально. Ну, вот я могу сделать обосравшийся ролик на свой канал, у которого будет мало просмотров. Но те люди, которые вот это жестко под каждый тип контента отдельный канал, ну, это прям очень странно. Вот есть самый популярный в мире YouTube канал T-Series, да? Да. А там же то же самое, только там у них внутри длинного контента еще разные кластеры. Кто-то подписался из-за одного телешоу, кто-то из-за другого телешоу. YouTube каждому находит аудиторию. Поэтому это сугубо вопрос вкусовщины, а не реальных каких-то алгоритмов. YouTube-алгоритмы не станут внезапно твой длинный ролик рекомендовать в другой кластер. Ты просто можешь все свои кластеры собирать в один контейнер, а можешь в разные контейнеры. Какая разница? Никакой разницы. Окей. Вот. Поэтому это из серии «Бить левой» или «Бить правой». Соколовский бьет левой. Он, да, он хочет на разные каналы. А Миша Гребенюк бьет правой. Я тоже бью правой. Ну, то есть, это примерно такое же сравнение. Здесь нет правильного и неправильного решения. Соколовский. Ну, я ближе к правой ноге пошел. По аналитике просто мы пересмотрели всех. Единицы людей, которые разделяют. Да, это имеет право на жизнь и логика в этом есть, но как будто бы очень долгая болезненная история. Опять же, вот история Гребенюка. Почему у него YouTube полетел, это открытая информация, его команда постоянно про это говорит, что они после, 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 четыре года снимали в молоко формат, который никто не смотрит. ну, мало смотрит, в смысле. Потом полгода разбора, который тоже особо не смотрит. А потом они, хотя Миша был против, начали выкладывать шорты случайно и попернули. Люди через шорты с ним знакомились, зацем переходили в длинный контент и там прогревались, покупали, и теперь это самый яркий кейс 2023 года по всем параметрам. Вот, поэтому когда кто-то начинает про это качать, я такой, болезненная история с разделением канала, давай не будем задротских вопросов, предпоследний. Не, не, отлично, да. Да, по поводу количества шортов, типа, если получается держать качество, то есть, вот, не то, что ты делаешь парашу, все классные, это типа три-пять шортов в день, потому что сам я сказал, есть точные кейсы, что ок, по шортсам как будто бы нет, потому что вот мы постили два в день на мой подкастный канал, и они там начали взлетать, я такой, давайте три, потому что мы много наделали, все одинакового качества, то есть, ну, не могу я выбрать, количество, но, и я знаю людей, которые постят по пять, по семь шортов в день, но там очко по просмотрам, вот, все, кого я знаю, там плохо. Что думаешь насчет количества в день? YouTube-алгоритм, как и алгоритм любой другой социальной сети, нацелен на то, чтобы обслужить интересы пользователя, и прежде чем задать вопрос, а нормально ли, давай подумаем, а как люди на это отреагируют? Это ключевой вопрос, который мы в принципе должны задавать. То есть, когда мы говорим про разные каналы, да, и шорцы, типа, а как люди на это отреагируют, на то, что у нас на одном канале это будет? Типа, какой ответ? Всем похуй. Значит, и наш ответ, неважно, на какой YouTube-канал. Здесь то же самое. Мы подходим к такому вопросу, как реагирует алгоритм YouTube на то, что мы загрузили там не четыре шорца в день, а семь шорцов в день. Но давай, но он будет отвечать на этот вопрос, исходя из того, а как люди отреагируют на то, что ты опубликовал семь шорцов, и они увидели тебя в фиде. Как скоро ты заебешь своего зрителя своими шорцами? Вот так нужно ставить этот вопрос, а не как алгоритм влияет. И если в Instagram Reels три-четыре ок, можно допустить, что это достаточно репрезентативно, потому что это похожий контент. Согласен, что семь, ну, ты просто... Ты постоянно в ленте у человека. Почему очко? Да, что значит очко? Алгоритм не продвинул? Да нет, ты людей заебал. Какой алгоритм? Ты надоел людям? Все, они не хотят тебя больше. Много. Перекормил. Вот. Поэтому я думаю, что два-три прям хорошо. Два-три в сутки прям хорошо, потому что ты не успеваешь надоесть аудитории. А все вопросы про алгоритмы, оно упирается в то, как на это реагирует аудитория. Просто-напросто. Последний вопрос. У меня был на него ответ всегда. Я считал, что сообщество и посты, то есть это странная история, но встретил девушку, которая делает запуски через YouTube, прямо у нее это основная площадка, хотя она еще инсту и телегу ведет, и там типа, ну, по 4-5 миллионов делает запуски. Ну, хорошая для нее цифра. И она говорит, что прям сообщество круто влияет вот эти посты, она делает. Что у тебя в практике вот эти посты и насколько имеет смысл их писать в YouTube? Посты в сообщество это вообще отдельная тема, потому что это был первый в моей карьере инструмент, которым я продвигал ролики. Раньше сообщества на YouTube это были, они были, знаешь, как соцсеть выкидывает новую фишку и начинает ее пампить очень жестко. Посты в сообществе появлялись везде. Мы брали YouTube-каналы, 3 YouTube-канала по 5 миллионов, брали нулевой канал, репостили. В 3 канала по 5 миллионов ролик с нулевого канала, в тренды улетал видос. Миллионы просмотров сообществом делали. Это продолжалось где-то месяца 2. Какой год? Это я работал в партнерке 18-19. Либо 18-й, либо 19-й. YouTube сам пушил эту историю. Да, да. Это изменилось. YouTube, и еще были на YouTube такие штуки, как истории, сторизы. Сторизы. Да, ну, не помню. Были? Были сторизы, да. Были такие же сторизы, как в Инстаграме. Был у них отдельный фид сториз. Вот. Они назывались сюжеты. О, сюжеты. Да, сюжеты. Точно. Достал я из тебя это. Вот, да. Были сюжеты. YouTube очень сильно не любит. То есть мы как с тобой подходим, типа, сообщество? Маза нарулить просмотров. Типа, надо написать пост, где я еще вставлю ссылку на свой ролик, и тогда все будет хорошо. Или там еще прикреплю свой ролик. YouTube это жестко руинит. То есть очень плохо это работает. Но, если ты вставляешь туда картинку, на которую ставят лайки, или пост, который разворачивают и читают, ты реально можешь получить охват, типа, больше, чем в Твиттере, там. Ну, то есть это охватная история. Текст, это, ну, как бы, это, конечно, не Телеграм-каналы, но ты заметил, насколько, вот я заметил, я Телеграм не качаю. Это прям, я считаю, своя ошибка. Я бы хотел собирать людей в Телеграме, потому что мы вот когда с Артемием Лебедевым делали подкаст, я закинул себя на канал, это было 2 января, и, а у меня, ну, типа, аудитория, ну, не то, чтобы Лебедев сильно интересен, и у меня 6 из 10, я пишу, Артемий, блядь, давай, репости, пожалуйста, а то что-то мне как-то грустно. Я такой, да-да-да, типа, сейчас зарепощу. Он репостит, и там, бум, типа, 50, там, что-то, тысяч просмотров телегу. То есть, это прям люди, которые сидят и такие на страже, они на готове, они готовы сорваться и кликнуть. Сообщество на Ютубе, это, наверное, конечно, не такая история, как в телеге, но логика абсолютно такая же. Мы с тобой относимся к этому, как, типа, как бы еще одна маза заставить людей смотреть ролики. Но люди, но это соцсеть, это еще один фит, да, я уже говорил, посты, сообщества. Это еще одна соцсеть, в которой важны дочитывания, лайки, репосты, и она может набирать нихеровый охват. У нас был кейс, когда мы, как надо писать пост сообщества, чтобы продавать с него? Картиночка, где ты красивый, улыбаешься, чтобы лайк могли поставить, зацепить внимание. К сожалению, в России картинки сейчас эти не прогружаются нормально, без VPN. Окей, без картинок. Цепляющий заголовок точно так же по всем правилам там продающего, поста в Телеграме. Пишем статью и ссылку закрепляем в закрепленном комментарии. Вот. Потому что, если есть внешняя ссылка в посте, платформа такая, а, так ты используешь мои посты, чтобы слить аудиторию, нахуй. Ссылка на ролик ты поставил. Не ссылку на ролик, а прикрепил ролик. Ссылку на YouTube ролик можно ставить. Можно. Просто поставить ссылку на YouTube ролик. То есть, внутри YouTube переливать с поста на ролик можно. Написать ссылку в описании канала. Либо ссылка в закрепленном комментарии, лучше всего. Если ты крепишь видос, послушай, это важно. Если ты крепишь видос к посту, то тоже посту жопа. Пост не будет продвигаться. Пост, это все-таки текстовая составляющая. Интересный текст с классной картинкой, а в закрепленном комментарии может быть какая-то ссылка кликабельная до сих пор. И там действительно есть охват. И мы продавали. Мы с Мовави трекали, когда у Мовави была черная пятница, мы сделали классный пост. Мы с поста, ну там программа, сколько она стоит, 10 долларов годовая подписка. Мы, помню, с поста на черную пятницу продали на что-то 200 долларов. То есть, мы продали 20 подписок с поста. То есть, короче, вы делаете сообщество, не то, что хихрен. Я не делаю, я забиваю. Ну, с клиентом вообще как? Ну, и с клиентами не делаем. Ну, подожди, мы же видео занимаемся, правильно? Ну да. У нас же креативное продюсирование. Но в целом, если есть желание, можно заняться, это не труба. Но это текстовый блок. Это просто текстовый блок на ютубе. Его можно развивать, конечно. если как факт были кейсы, что с этого нормально продается, то... Это продается, это реально работает. Да. Если вы досмотрели до этого момента, вы понимаете, насколько сейчас цена инфа идет. Не скрывай это, потому что хрен найдешь ты на это ответы. людей, у которых будет опыт с большой выборкой, вот про это ответов нет. Поэтому лайк, подписаться на канал, ссылки на Влада Козыра в описании. Просто, если вы вот это смотрите, вы сейчас понимаете, почему я на этом акцентирую внимание. Да, да, это классно. Я вспомнил еще парочку душных курсов. Давай, 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 давай. Это круто. Ссылка в закрепленном... Она же там работает, типа, не с телефона работает, со всякими переводами на русский. Ну, просто я, допустим, ссылку в закрепленном коменте не делаю поэтому. Саня, канала. Что думаешь насчет этого? Я ставлю и туда, и туда. Резонно. Поняли. Ну, то есть, если ты хочешь больше перехода... Но здесь другой важный момент. Я хейтер вот этой истории про много ссылок. Мы трекали. Если у тебя больше двух ссылок, например, ты посылаешь людей в три каких-то места. Подпишитесь на мой Телеграм, Инстаграм и еще что-то, а еще купи мой продукт, а еще сюда, а еще сюда, ты просуммируешь все переходы, это будет хуже, чем клики по одной ссылке. Короче, одна ссылка прям побеждает. Вот прям вот гони аудиторию в одно место и эту ссылку мы, знаешь, куда ставим? Мы ставим ссылку ну, в описании, в первые вот эти вот до троеточия, чтобы она была, до многоточия, чтобы она была высоко, чтобы она была видна без разворачивания описания. Мы ставим ее в комментарии тоже, чтобы не надо было разворачивать комментарии. ну, то есть в первых символах эта ссылка. Мы ставим в конечную заставку ссылку и раньше можно было еще в подсказку лепить. Подсказки, по-моему, только для роликов. А вот опросы и ссылки убрали из подсказки. А вот в этих местах ссылки на внешние источники не пессимизируют YouTube? Ну, нет, нет. Окей. Я так делал с несколькими подкастами. Вроде все, к работе, мне просто не интересно, что ты подумаешь. Вот в длинных роликах в обычных закрепленный коммент тоже с кучей ссылок на свою соцсеть, потому что многие не читают описания. Так я же говорю, вот закреп. Я под закрепом понимаю закрепленный комментарий. А, все, в длинных роликах закреп и комментариев с ссылками на внешние источники гуд. Да, 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 да. Но лучше все равно на одну ссылку какую-то гнать. Ну, да. Да, я как раз хотел сказать базовое правило маркетинга, не давать ему слишком много выбора. В инсте же тоже добавили, типа, топлинки сейчас умрут, потому что теперь в инсте можно поставить много ссылок в описании. Ну, это хрень. То есть там одну-две максимум тоже нужно. Вообще, это база. И насчет внутренней ссылки с шорца на длинный ролик. Ты понял, потому что, которое внизу там можно выдавать, типа, похожее видео. Нет наития, что из-за этого могут сами шорцы типа хуже заходить? Или я не замечал такой креации? Я не замечал, но мы сейчас, я снял большой-большой ролик, как я зарабатываю по 3 рубля за каждый просмотр YouTube Shorts. Супер задротский ролик, никто его, естественно, не посмотрел. Ждите, я скоро ролик новой про теги выпущу. Будете смотреть. Да, ну, как бы, это ваш выбор. Но там ролик очень классный, я прям рассказал про то, как работает моя воронка с шорцев на воронку, на воронку продаж. Вот. Короче, проще посмотреть этот ролик, ты к этому? Ну, не, ну, я могу рассказать. То есть, у нас есть шорц, у нас есть горизонтальный ролик, на который мы гоним. Я бы гнал, то есть, конечно, если мы хотим хороший маховик трафика, очень классно гнать с шорц на шорц. Типа, не с шорц на длинный ролик, а с шорц на шорц. Потом с шорц на шорц, на шорц, на шорц, на шорц, на шорц, и вот кружочек замыкается, да? Человек попал на один твой шорц, прокликал, посмотрел все шорцы. Если они похожи и еще там, типа все, ну, то есть, как бы, ну, это лучше всего работает. Или можно какой-то один продающий шорт сделать? А ссылку не закрепишь под шорт все равно. Ты можешь сделать продающий шорт, но там не будет кликабельной ссылки. что люди с внешних шорц, любых, попадают все-таки следующим шагом не на горизонтальное видео внутренним, а все-таки на шорт, то есть, похожая тема контента, а уже с него конвертить. А как с него конвертить? Ссылки нету. Уже внутренняя ссылка на длинный ролик, например. А, ну, слушай, плюс шаг в воронке и не факт, что это лучше будет. Даю, как говорится, три против одного, что так будет хуже, потому что ты потеряешь на переходах на один шорт, а потом еще раз. Ты два раза теряешь на переходах. Да, я понимаю, а когда, подожди, когда вот этот у тебя котик, который ест свой хвост с шортами, там же тоже постоянно вот эти переходы, на каком моменте человек должен выпасть и пойти куда-то что-то покупать? Тут ни на каком. А просто к тебе прогрев? тут ни на каком, да. Но есть другая тема, да, вот именно с шорца на горизонтальный ролик. Но мы начали тестить именно историю с продающим, коротким, 90-секундным горизонтальным роликом. И, да, работает. Мы с шортс получили в последнем месяце, но с последним месяца три с половиной тысячи лидов и что-то там 140 мы получили из шортсов. И мы две с половиной недели работали вот где-то над шортсами. Полторы отдыхать. Ну, не, просто, ну, начали просто немножко. Короче, ну, публиковались каждый день. То есть я к тому, что это было где-то 20, 15-20 роликов опубликовано, коротких. Ну, и все, получили там где-то 150-140 с чем-то там лидов. Понял. То есть это вертикальный ролик, горизонтальный, в горизонтальном вшита ссылка в конечной заставке, в описании, в закрепленном комментарии. Блин, этот вопрос про пессимизирование, сейчас вернусь, потому что важно. не, я понимаю, что ты, типа, прерываешь сещу просмотра вертикального контента, и, как бы, YouTube может сделать ата-та. Ну, это не настолько сильно влияет, что шортс перестает продвигаться. Я еще про пессимизирование вспомнил, просто то, что ты говорил по поводу внешних источников, по сути, описание по длинными роликами, ссылки в закрепленных комментариях, в описании канала, все это особо не играет на алгоритмы, вот просто в сообществах, если уж ты решил не заниматься, там не вставляешь. Да, это только в сообществах такая тема. Окей, а по поводу призывов, ты жестко продаешь в своем YouTube, просто у тебя... Да, телемагазин. Да, такое лицо было. Да, типа, 2-5 минут рассказания про креативное продюсирование, при этом ты это так очень органично вшиваешь, типа, я даже часто не пролистываю, мне интересно, что ты сейчас наговоришь нового. Но, какие есть модели по рынку, либо, как раз-таки, какую-то такую короткую рекламку вставляют, условно, в первые, там, я зарабатываю на этом, у меня есть про это сайт, ссылка в описании. Тогда сценарий, если человеку неинтересно, конечно, если человеку интересно, он смотрит, мы это условно сейчас не рассматриваем, вот если человеку неинтересно, он просто пролистывает, типа, вперед, два раза нажимает, тыры-пыры, там, на полминуты пролистался, либо, в самый конец призыв, но там смотрят меньше людей, плюс, тогда люди не досматривают до самого конца. Вот, если человек решил вставлять продающую штуку, с точки зрения алгоритмов, есть понимание, типа, самый конец, либо вот ближе к началу? Ну, конечно, в самом конце хочется собрать аудиторию, потому что в самом конце остается самая ядерная, теплая аудитория. Поэтому в конце мы просто по дефолту напоминаем, если посмотришь внимательно мой ролик, я в конце говорю, я просто в конце напоминаю, типа, а кстати, есть, вот в конце очень короткое упоминание, потому что в конце люди очень резко уходят. На самом деле, концовка ролика, это она тоже очень жесткая, потому что, вот, например, ты такой, типа, давайте подводить итоги. Все. Я тоже про это где-то слышал. Да, удержание, ну, то есть это как в интро, когда человек понимает, а сейчас закончится, ну, нахуй его досматривать, короче. Вот, а здесь на самом деле короткое упоминание. А в середине ролика у меня такое правило, мы можем рекламировать нас, себя же, только после первой пользы. То есть, когда что-то уже, что-то крутое случилось, получилось в ролике, чем после более крутого момента мы вставляем интеграцию, тем лучше. То есть, например, мы в ролике сказали, а еще вот мы сделали вот здесь так, так, так и так. Кстати, для клиента это принесло дополнительно 20 тысяч долларов. А если ты хочешь так же, ссылка в описании, там, мы сделаем то-то, то-то, то-то. Да, то есть, мы рассказали проблему, предложили ее решение, показали, как это сработало. Человек, вау, спасибо. И ты такой, давай, ну, типа, прыгай по ссылке. То есть, в тот момент, когда тебе человек больше всего благодарен. И интеграция по размерам, ну, как правило, 60-90 секунд. И, ну, тоже правило хорошего тона, это до середины ролика все-таки интеграция должна быть. То есть, если ты ставишь интеграцию только в конец, это билет в один конец, к сожалению. Сори за тавтологию. Если ты ставишь ее в самое начало, преролл, вообще просто забей. Я когда тоже работал в Медиакубе, что было дальше? Label.com, он тогда еще выпускался на Ютубе. Нам стучатся, ой, простите, пожалуйста, и говорят, блин, ребят, почему у нас удержание начинается, типа, с 80%? Потому что 20% людей, включаясь, что было дальше, видят рекламу стартовую и уходят. И не доматывают до конца рекламы. А в самой рекламе, то есть, прям, это удержание, мы анализировали ролик Джигана Сусовичем. И он прям, ну, на старте 20%, вот прям, я такого графика никогда в жизни не видел. Какий ролик начинается, и там, типа, 1 секунда, 100, 20%, 80%. Приколи, да? То есть, прероллы мертвы, прероллы вообще нет смысла никакого добавлять. Сейчас, кстати, многие стали вставлять рекламу первую, на первые 2 секунды Соколовский, свои подкасты, послезавтра. Это Bumper Ads, называется, в рекламе Гугла была такая тема Bumper Ads. Реклама без возможности пропуска. Люди кидали просто свои интера-анимации условно, да? Ну, Альфа-банк, например. Альфа-банк. И все, и больше никакой информации. Чисто охватная история. Просто охватная, имиджевая. Это то же самое. Там никакие смыслы не зашиваются. То есть, мы говорим про нативную интеграцию все-таки смысловую. Понял. Но опять же, при роллы мертвы лучше туда не лезть. Они умерли достаточно давно. Ссовать рекламу в самую первую, там, первые 10 минут, если у тебя ролик, там, на час, я бы не стал. Вот. То есть, первая польза, пользу принесли, дальше уже разместили рекламу, но так, чтобы не позже первой половины. И в конце добили, напомнили, чувак, я, кстати, YouTube-продюсер. Влад Козыра, ссылка в описании. Как-то так. 25-й кадр. Прикольно. То есть, вот эта вот их постановочная театральная реклама все равно пролистывалась и не так хорошо работала. Я же помню, они прям шедевр снимали. Слушай, меня очень жестко бомбило с этой темы. Очень жестко. То есть, я прям хотел, ну, я еще был молодой, бойкий, мне было сколько это, 6 лет, но мне было 19-20 лет. Я хотел снять, я реально хотел снять и начать с этого свою YouTube-карьеру, что на рекламе Label.com отмываются деньги. Я был в этом абсолютно уверен. Либо отмываются деньги, либо обманывают, типа Label.com обманывает рекламодателей. Либо рекламодатели в сговоре с Label.com и сливают рекламные деньги. А почему? В смысле, почему? Где здесь слив происходит? Ну, смотри, можно вот снять хорошую рекламу, чтобы было дальше, они пьют воду ВОЗ. Всегда. Пьют воду ВОЗ, даже ее не называют. Один был ролик, где они рисовали на планшетах Samsung. И Щербаков сказал, это Samsung, Samsung, планшет Samsung. Это охуительная реклама. Это лучшая реклама, что было дальше, которую я видел. потому что она встроена в ролик. то есть, реклама микрофона на подкасте, она была бы хорошо. То есть, реклама воды, которую ты сейчас попил, она была бы тоже хорошей. но когда у нас идет первые секунды, откуда я знаю, зачем они размещают туда рекламу? Откуда я знаю, зачем они снимают шедевры? Допускаю, что царь хороший, бояре плохие, что бояре не сказали царю, что это неэффективно. Но, как правило, поговорка царь хороший, а бояре плохие не работает. И если бояре плохие, то царь абсолютно ужасный. Это я к тому, что тот, кто заказывал такую рекламу, скорее всего, знал, что это топка денег. То есть, они покупают Приролл у ЧБД что бы что. Первые секунды. Они не встраивают интеграцию нативно в сторителы в шутки. Вот, нативщики Самсунга все сделали правильно. Нативщики ВОСа все сделали правильно. А вот это вот, ну, вот это вот, я даже не знаю, как это назвать, этот ужас, который происходил, да, то есть, это абсолютно тематически не встроенные интеграции системно на протяжении долгого времени на графиках, типа, люди платили, рекламодатели платили за 20-30% от охвата. 100 миллионов на ролики или там 50 миллионов на ролики ты платишь только за 10, потому что преролл все проматывают и еще огромное количество денег вбухано в производство. А зачем? А что? Возможно, я дурак. Возможно, я что-то не понимаю. Возможно, это были безумно эффективные рекламы. Но я не знаю, я готов себе на жопе вытатуировать лицо Бекмамбетова, если эта реклама была эффективной. Это говно, это слив бабок. И я уверен, что все про это знали. Ну, то есть, там никто ее не смотрел. И принцип хорошей рекламы, а Бекмамбетов же, ну, владелец всей этой штуки, да? Не уверен. Давай прошу пукать, да? Может быть, и не он. Было бы странно. Короче, хорошая реклама, она всегда совпадает с сутью ролика. Реклама должна помогать человеку смотреть контент. Я люблю свою рекламу, и ты говоришь, что ты ее не проматываешь, потому что она помогает смотреть ролики. Я не просто говорю, мы такие крутые, потому что мы такие крутые. Я говорю, что мы такие крутые, и поэтому ты можешь теперь узнать какую-то полезняшку, потому что мы крутые. Так как мы крутые, мы сделали хорошую вещь. Вот как мы ее сделали, вот что нужно сделать тебе. Человек рисует на планшете и в следующий момент шутит шутку, потому что он нарисовал ее на планшете с Самсунг. Это гениальная реклама, это круто. Как-то так. Ну, то есть, когда реклама помогает, тогда она эффективна. Так. Ты, кстати, про Артемию Лебедева оболвился. Ты знаешь, как он тогда ведет? Ну, я подписан. Ну, еще в целом, ты не знаешь историю про барабан? А, он берет старые посты и рандомом выкладывает. Да, просто каждый год, там, прям реально повторение, раз, два года одни и те же посты. Я пару лет его плотно почитал, потом подписался. И про Артемию Лебедева у меня финальный был вопрос к тебе. Сколько стоит записать подкаст с Артемием Лебедевым? Слушай, ну, у нас была такая штука, что я рассылал инвайты на то, чтобы записать подкасты. Ну, типа, давайте сделаем, я там вот смотрю, мне интересно. Для меня было всегда, я не просто рассылал вот эти вот письма, да, чтобы отправить вот это письмо. Типа, давайте снимем такой-то ролик, с вами будет очень хорошо. каждому я писал такое мотивационное письмо, то есть мое письмо было как «Здравствуйте, Артемий, хочу с вами поговорить, потому что там, ну, вот ваш YouTube-канал удалили, и хочется поговорить про ВКонтакте, и хочется поговорить про то потенциально, как мы можем вернуть вас на YouTube, у нас есть варианты». Меня же в комментах сожрали, там прям суперфанаты Лебедева, типа, что ты тут, типа, Артемию навязывал. Но, ну, мы как бы разговаривали с ним, и он такой, да, блин, слушай, прикольная тема. Он даже после подкаста, мы говорили, что он, что ему понравилась идея, что он может дать своему агентству кому-то снимать, типа, чтобы студия дизайна Артемия Лебедева сделала канал про дизайн, научпо про дизайн, да, там, не знаю, почему такой-то храм, типа, не знаю, типа, плохо сконструирован. Но я думаю, в стиле Лебедева он будет называться немножко иначе, но мы не будем сейчас нарушать чувства верующих и там, так далее. Вот, но суть заключается в том, что за счет того, что ты кидаешь классный инвайт, ты можешь с человеком запартнериться, и он может тебе сказать, да, слушай, круто, классно. Ну, то есть, короче, Лебедева к тебе складно пришел. Да, я разослал письма, и если человеку нравится, он мне отвечает. Я не могу разглашать подробности тех соглашений, которые у нас есть с Артемием. То есть, в любом случае, ну, я просто не могу сказать тебе, но если бы, так или иначе, независимо от того, за деньги это было, не за деньги это было, если бы почвы под разговором бы не было, я бы не смог договориться на этот подкаст. То есть, я к предложению готовился. Это точно, ну, то есть, как бы, даже если ты, не знаю, хочешь взять и занести кому-то денег, типа, давай я тебе принесу много денег, сними про меня ролик. Ну, не снимут, давай сделаем крутой ролик вместе. А дальше уже вопрос денег. Дальше это уже, то есть, как бы, на уровне коммуникации с Артемием Лебедевым вопрос денег никогда, ну, вот у меня лично не стоял. Вопросы стоят другие, вопросы стоят, а сделаем ли мы это круто, сделаем ли мы это интересно, будут ли уникальные вопросы. И для меня это было важно. И с Лебедевым, по-моему, никто не говорил именно как с контент-мейкером, с ним больше как с политологом. Да. Вещали. Ну, кстати, у меня такая же история, то есть, у меня было много гостей, про которых друзья спрашивали, я как-то с ними договорился, сколько стоило, я говорил, просто я написал хорошо, подготовился, продал идею того, что им нужно записаться со мной. Я Николая Соболеву закинул инвайт, я опять все меня назовут каким-то ангажированным с какой-то политической стороны, обожаю Николая Соболева абсолютно искренне, являюсь политическим, абсолютно атеистом, ну, то есть, не смотрю, не знаю, ничего. Я люблю Соболева, просто, типа, я ютубом начал заниматься с его книжки, которую я по приколу прочитал. И я вот закинул инвайт Соболеву, я ему написал, типа, вот Николай, то-то-то, хочу именно с вами, потому что я прикрепил там фотографию к письму, где я с его книжкой, говорю, ну, как бы, мне интересно, мне нужно это, и вам нужно, я считаю, что вам нужно, я считаю, Николай, что вам нужно, потому что вы только про политику сейчас вещаете, а вот вы единственный живой контент-мейкер из старичков Ютуба, а про это все забыли, а вопросы про Гурама из Рака Макафо, они чуть ли не таким, вот он на Форбс ходил недавно, или к Бабушкину, экспиратор Бабушкина, там я путаюсь между каналами, там один и тот же ведущий, вот, то есть вот он ходил к нему, там же только политика, я говорю, давайте мы вас раскроем как контент-мейкер, это интересно, не знаю, я не смотрел, может мне что-то Соболев ответил, прикольно, вот, но у меня нет его контакта, и не было контакта Лебедева, просто на почту, в лом, типа, с классным оффером, но я про Лебедева почему спросил, и просто я знаю открытую информацию, что по-моему, миллионам удаешь, он приходит тебе на подкаст, я думал, что поэтому именно Лебедев будет платным, но я понял, окей, я не могу никак прокомментировать, первично заход, мы уже подходим к концу подкаста, но сейчас будет блиц, то есть я по правилам человека, которого, имя которого сейчас нельзя называть в интернете, задаю вопросы коротко, ты отвечаешь желательно, тоже коротко, но можно развернуто, первое, есть какая-то любимая цитата, сильная запоминающаяся, которая вот легко вспоминается? Нет, но я сразу вспомнил, если тебе плюют спину, значит, ты впереди, это типа волк должен сейчас появиться, просто вспомнилась, ты задал вопрос, она сразу вспомнилась, нелюбимая цитата просто сразу всплыла в голове. Безумно можно быть первым. Безумно можно через тернии. Три лучших книги по бизнесу саморазвитию, которые повлияли на тебя? Сейчас, наверное, очень странно, но особо не изучал литературу именно в этом направлении, я люблю художественную литературу. Можно оттуда. Мне, ну, опять же, я экономист по образованию, экономист-аналитик, я бы посоветовал почитать всем Носима Талиба, «Чёрный лебедь», просто потому что, ну, сильно не вдаваться в подробности, ну, в плане не принимать её слишком серьёзно, а то можно с ума сойти. Мне очень понравилась эта книжка. Вторая книжка, возможно, банально, как и первая, но «1984», в ней очень много того, что нужно знать и понимать любому современному человеку, живущему в любой стране. Это гениально, абсолютно, мне это очень нравится. И с третьего, из третьей книжки, которую, которую я прям люблю, я бы, наверное, выделил сборник этих, я забыл, как она называется, короче, в математике есть такой огромный сборник примеров, прям, короче, известный сборник называется «Фамилии». Я вспомню, ты титром, да, дай, пожалуйста, вот прорешайте этот сборник, просто чтобы мозги у вас работали лучше. Там что-то 10 тысяч задачек, ну, таких, где-то на тригонометрию, где-то на элементы высшей математики, где-то на обычную алгебру, где-то на планиметрию, где-то, ну, то есть просто рядовая математика, разминка мозгов, степени складываем, вычитаем, мне очень помогла. Наверное, я бы вот эти три книжки, которые на меня повлияли, бы выделил. Вот как-то так. Про последний вообще неожиданно. Хороший фильм, чтобы кайфнуть вечером после работы? Ненавижу фильмы, сериалы, ненавижу сериалы, потому что отнимают время. Фильм, я мультики смотрю, я реально смотрю диснеевские мультики. Обожаю просто смотреть корпорацию монстров. Кстати, может быть, тоже это какая-то коммерческая история, да? Я в детстве, мой любимый мультик корпорация монстров. Люблю его сейчас смотреть. Люблю диснеевские мультики типа «Душа», «Тайна Коко», фильмы, не могу вспомнить, они меня напрягают очень сильно. Люблю из двухтысячных и начала там 2010-х мелодрамы американские, абсолютно такие, знаешь, глупые, но очень душевные, где публично в американском кино мог мужчина любить женщин и женщина любить мужчин и быть от них зависимой и делать это искренне. Это замечательно. Все эти актеры, вот эта старая голливудская гвардия вот двухтысячных, она прям, я обожаю их. Любой фильм, любая американская мелодрама голливудская, а из любимого только мультики и еще «Головоломка». Вот прям обожаю этот мультик. У меня жизнь, но клево. Самые сильные контакты в твоей телефонной книге, чтобы ты сказал, что ты вот с этим человеком знаком, и мы офигели. Ну, я упоминаю людей, там я не знаю, что... Но блогеров, может быть, кого-то еще просто вспомнишь, там не знаю, ты с мэром знаком. Ну, я знаю Влада Бумагу, я знаю Алишера Моргенштерна, я знаю Дениса Кукаяку, я знаю Витю Расса, ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед. Я знаю Мишу с группой Добро, это звук поставим на всю, и соседи не спят. Я знаю Джуни Боя, я знаю Жака Энтони. Что, в принципе, мы насытились в Умоне. А я не знаю, кто самый сильный из них. Прямо сложно сказать. Да, там это как Моргенштерн Туз Бувновый, а Влад Бумага Туз Червовый. Да уж, да. Так, главные привычки, которые помогают уровень энергии держать, результатов достигать. Вот что ты делаешь ежедневно или еженедельно, может, каждое утро, каждый вечер? Ну, утро, святое утро, не трогай первый час, полтора своего дня. Это очень важно. Привычка для меня хорошая, я бросаю курить, я не курю сегодня, 24 день, по-моему, уже, я курил до этого 11 лет. просто не курить, не употреблять алкоголь и не заниматься прокрастинацией в смартфоне. Очень хочу в последнее время полностью отказаться от смартфона. У меня есть ноутбук, а у меня сумка не тут, у меня сумка там, и в сумке не было ноутбука. Ноутбук, планшет, но не эти, не короткие контенты, контенты, как дед сказал. Вот, поэтому просто хорошее утро, хороший вечер, информационный детокс. Я еще взял себе в привычку слушать музыку нормированно. И еще классная привычка, если хочешь бросить какое-то плохое дело, не знаю, ты весь день слушаешь музыку, либо ты тратишь свой день на короткий контент. Делай это по расписанию. Выдели себе час, например, я с 13 до 14 слушаю музыку и больше ничего. Попробуй послушать ее насильно неделю, ты перестанешь слушать музыку. Точно так же. Это очень легко отказываться от какого-то дерьма, которое тебе не нравится. Начни делать его системно, то есть тебе же надо на работу, например, ходить, да? Тебе надо к 8 прийти, тебя это бесит. А ты, то, что ты делаешь, вот, прокрастинируешь, начни прокрастинировать по расписанию, и ты поймешь, что это какое-то дерьмо, тебе это не нравится. Клево. И я договорился с Ладом на подарок, это будет экспресс-продюсирование, то есть для тех, кто хочет развивать свой личный бренд YouTube, это будет супер-классная точка входа, стоит у них 50 тысяч, это услуга. Для того, чтобы в этом участвовать, что нужно? Пишите сейчас комментарии, где делитесь своими какими-то мыслями, инсайтами, связанными с этими подкастами, может быть, вас что-то больше тронуло, что-то откликнулось, можно коротко, можно развернуто, главное, чтобы было от души, искренне. И внизу обязательно укажите свою телегу, то есть не номер телефона, а буквки, которые как собака в телеграме, чтобы мы могли с вами связаться. И через месяц мы из вас выберем одного человека, который заберет экспресс-продюсирование от команды Влада Казыра, и вы будете качать свой YouTube. Влад, спасибо, я дико доволен, что мы этот подкаст записали. Спасибо большое, очень классно получилось. А побеждает у нас лучший, самый смешной вопрос или какой? Любой вопрос. Да, уточнение, и через месяц мы выберем один комментарий, который просто нам больше всего понравится. То есть, в принципе, где почувствуем эмоциональный заряд, что человеку надо, ему откликнуло, что он ложился в это, написал, и таким образом выберем. Супер, да. А я хейтерские комментарии тоже люблю, поэтому класс. Пишите. Супер, да. Пишите правду, как думаете. Спасибо большое. Да, вышло классно. Кайф.